Это второй день наших заседаний. Несколько организационных вопросов сначала. Где-то ближе к 12.30 мы приверемся на ланч, автор нашей первой сессии. После этого в 2 часа мы собираемся здесь. И наша первая сессия утренняя посвящена иронии, как оружие интеллигенции. Посмодернизм и циничность. Гасан Гусейнов здесь также числится, но вчера у него пропал голос, и я не знаю, обнаружится он сегодня или нет. Если выйдет на связь, хорошо. Если нет, значит, не выйдет. В 2 часа мы соберемся здесь снова. И наша первая сессия будет посвящена автобиографии, как форме самосознания эпохи. В 4 часа у нас сессия, что-то вроде итоговой сессии, панели о будущем российской интеллигенции, где Лев Кутков будет председательствовать. Те из вас, кто записан в завтрашний турпоход-экскурсию в горы, в Великой Каньон, если вы со мной еще не связались, пожалуйста, свяжитесь. Мне нужно узнать, какой вариант ланча вы бы хотели получить. И подтвердите, что вы с нами едете. Вот, пожалуй, и все в плане организационного. Может, у кого-то есть вопросы, или что-то вы хотели бы сами дополнить, добавить. Или все более-менее так понятно. Хорошо. Тогда я перешожу к своей роли как модератора в этой сессии. Щекундочку. Интеллигенция как дискурс, интеллигенция как практика, как действие, и интеллигенция как эмоция воплощенная в существование. И в этом отношении особенно интересен разлад между словом и делом. Между тем, что я называю talking the talk, walking the walk, and rocking the rock. То есть воплощая эмоционально, соматически то, что вы декларируете как принцип. В том, что касается разлада между всеми этими тремя типами знаков, знаков символов, логических знаков, знаков индексов и знаков икон, очень существенно для понимания этики интеллигенции. Каждый из этих знаков, очень быстро напомнить вам хочу, имеет особое отношение к тому объекту, который он обозначает. Между логическим или символическим знаком нет никакой связи между словом и тем, что он обозначает. Слово интеллигенция никак не связано с феноменом интеллигенции. Но когда мы говорим об индексах, то само тело знака, оно пересекается с самим объектом обозначения. Когда вы рассердились или вам стало стыдно, ваше лицо меняет окраску выражения. Это знак, он о чем-то говорит. Так же, как флюгер указывает направление ветра, именно потому что он соприкасается с объектом, с самим ветром. По мере того, как этот объект ветер меняет направление, и сам знак также принимает другую форму. И знак икона – это знак, который схематически иконно воспроизводит свой объект, свой референт. То, что указывается на перекрестке, стоп-сайн, или, скажем, фигурка мужчины и женщины на реструм. Ирония очень интересна в этом отношении, как феномен, указывающий именно на разлад между словом и делом, и эмоциями. Ирония – это фигура неидентичности, когда то, что вы говорите, нельзя принимать всерьез, когда нужно различать, где маска, а где лицо. Хотя проблема в том, что маска имеет тенденцию прирастать к лицу и где-то становиться им, где уже трудно различить, где вы на самом деле, а где вы только притворяетесь или хотите кем-то быть. Герцен прекрасно отразил этот феномен. У меня были какие-то цитаты, но вот сейчас они не под рукой, поэтому я воспроизведу их по памяти, где он говорит, что ирония – это знак того, что наша платформа, наши претензии не совпадают с реальностью, с нашими действиями. И мы все, как интеллигенты, говорит он, платим большую цену за этот разлад, за то, что наше лицо и наша маска, и наше постоянное дистанцирование того, что мы официально представляем, и того, чем мы являемся на самом деле, представляет собой серьезную проблему. Я только зачитаю одну цитату из Герцена, у меня она только под руками на английском языке, я его прочту по-английски, а потом переведу на русский язык, где он говорит, что мы все, как интеллигенты, платим огромные цены за этот разлад, за то, что мы иронизируем, за то, что мы раздваиваемся, расстраиваемся. Человек раздвоенный – это человек расстроенный. И перестройка в каком-то смысле – это и есть перенастройка. Так вот, я сначала прочитаю по-английски, что он говорит. «Perhaps this very detachment, this inner freedom, combined with external slavery, robbed our lives of warmth and humane attachment and imbued our lives, our existence, with brokenness that suffused our days with imperious irony». Interesting expression, imperious irony. Liberalism exposed the chasm in all its nakedness. The sickly consciousness of this chasm breeds irony and skepticism that mark the modern man and help him sweep the remnants of past idols. Irony conveys the disappointment that logical truth is not the same as historical truth, that aside from dialectical development, truth has its passionate contingent side, that in addition to a reason, truth also has its romance. Я переведу это на русский. Он говорит, что в мире, где нельзя говорить то, что ты думаешь, мы научились дистанцироваться от своих официальных «я», культивирует внутреннюю свободу под разными официальными масками в мире, где рабство господствует. Но это сказалось на том, как развиваются наши отношения, как теплота человечности как-то исчезала. И либерализм как раз подчеркивает это расстояние между маской и лицом. Он обнажает тот факт, что у истории есть не только истина, логика, духовность, но есть также романс, любовь. И вот это разделение, мне кажется, оно указывает на главную тему, как я ее понимаю, одну из важных исторических предсеч проблематики постмодернизма, концептуализма и иронии. Наш первый докладчик – Марк Липовецкий, профессор университета Колорадо в Болдыре. Он автор множества книг, включая книги о постмодернизме, российском и не только. Его доклад, его статья вошла в сборник. Если кому-то интересно, вы можете выйти прямо через свой iPhone или компьютер на него. Марк, пожалуйста. Спасибо большое, спасибо, Дима, за приглашение на эту конференцию. Я приношу извинения за свой голос. Что называется, вирус, как всегда, выбрал самый подходящий момент. Если меня не будет слышно, машите мне руками, пожалуйста. Я буду стараться говорить громче. Я, конечно, как университетский человек, приготовил доклад, приготовил хэндаут. У меня все было написано, распечатано. Хэндаут у Тани лежит. Подожди, не раздавай его. Но после первого дня я понял, что это будет неправильно. И поэтому я буду говорить совершенно не то, что у меня написано в статье. Вот, и надеюсь, что уложусь в отведенное мне время. Я много лет занимаюсь трикстерами, то есть всякого рода плутами, обманщиками. И прежде всего занимаюсь ими в советской культуре. Также и в постсоветской, о чем пойдет речь. И заниматься ими стал потому, что я неожиданно для себя обнаружил, что именно трикстер является самым главным персонажем советской цивилизации, если можно. Вот, как вы думаете, кому поставлено больше всего памятников на постсоветском пространстве? Остапу Бендеру такие есть? Да, вот, у меня несколько изображений, их на самом деле гораздо больше. Это в Петербурге, до того была в Харькове. Это в Элисте, перед дворцом шахмат, самое подходящее место, естественно. Это, если не ошибаюсь, где-то в Краснодаре. Это в Викторинбурге перед банком. Я был совершенно озадачен, обнаружив это, я представляю себе, какое доверие должен вызывать банк, перед которым стоит Киса Воробьянинов и Остап Бендер. Пожалуйста. Это в Луганске, не больше, не меньше. Это в Жмеринке. А это в Одессе, но в Одессе вообще целый комплекс есть, посвященный Остапу Бендеру. Это достаточно впечатляющий образ, то есть, я, как уже сказал, памятников гораздо больше. Что говорит о том, что действительно, когда наступило постсоветское время, и памятники стали ставиться не только по разнарядке, Остап Бендер оказался предметом самой горячей народной любви. Взгляд на советскую культуру с точки зрения персонажей подобных Остапу Бендеру выявляет довольно большое их количество, причем прямо сразу же после революции. Это вот, например, Илья Оренбург, его роман «Хулио Хуринита» создает Трикстера, который одновременно является мессией. У Бабеля в одесских рассказах Беня Крик – это тоже Трикстер и тоже своего рода мессия, но только, конечно, низовой. Само собой, мы видим довольно большое количество Трикстеров у Булгакова. Трикстером являются не только Воланд и его товарищи, вся света, как бы такой коллективный Трикстер, но и он первым создает достаточно жестокий образ Трикстера в Шарикове, потому что Шариков тоже Трикстер, он полностью укладывается в юнговскую характеристику Трикстера. И дальше есть Эметистов и множество других персонажей, просто я не собираюсь много отнимать у вас времени. Перечисление, поверьте мне, оно более длинное. Советская культура, оказывается, более-менее официальная, тоже с удовольствием бирала Трикстеров, и вот вы видите памятник Раневской, в данном случае важен и ее легенда о Раневской, которая была легенда, анекдоты о ней, распространяемые ей и как бы ее кругом, ее записями, они создают именно образ Трикстера, который постоянно тронгессирует принятые правила игры. но есть и более более официозные Трикстеры, вот Костя Музыкант, допустим, из «Веселых ребят». Максим из трилогии «Юность Максима», очень характерная история связана с этим фильмом, Козинцев, который был режиссером фильма, он писал, что он вообще хотел снять фильм про советского, ну как бы про большевистского Тиля Уленшпигеля, классический Трикстер, конечно, вот, ну а в итоге получился фильм про Чекиста, и, так сказать, Уленшпигельские трикстерские повадки, они как бы осваиваются Чекистом и становятся важнейшей частью его облика. Это отдельный вопрос, что происходит с Трикстером в соцреализме. Ну, даже были персонажи, которые просто специализировались на трикстерских ролях, скажем, Петр Олейников, известный актер, почти все его роли, роли трикстерские, поэтому известный анекдот, когда он появляется в послевоенном фильме Глинка в роли Пушкина, зал хохотал, говоря, Ваня Курский-Пушкин, то есть это было совершенно невозможно себе представить. Вот, please. Василий Теркин тоже очень своеобразно кастрированный трикстер. Естественно, в советской культуре происходит очень важная кастрация трикстеров, они лишаются своей, так сказать, опасности и, так сказать, трансгрессивности, извините за это слово. Yes. Но даже Ленин в фильмах «Хрома», если вы их пересмотрите, вся его манера поведения, это абсолютно трикстерская, клоунская манера поведения, и не случайно, потому что Щукин вообще был комическим актером. И это была форма такая, как бы, в трикстера всегда превращался в бывший правитель, тут есть своя логика. Next. В детской литературе удивительно много трикстеров, вообще, это нормально, но вообще-то, от детской литературы обычно ожидают морализма, а трикстер, как бы, он постоянно нарушитель, он, так сказать, то, что по-английски называется misbehaves, вот, и именно трикстер компенсировал вот своим этим поведением за некие дефициты советской культуры. Характерное преображение Карлсона, который, как бы, в шведской культуре воспринимается скорее как негативный персонаж, как такой довольно подлый гад, который все время подставляет бедного малыша под неприятные ситуации. Конечно, в известном мультфильме он предстает совершенно восхитительным трикстером, вы помните, мультфильм заканчивается концертом, и аналогичную трансформацию претерпевает Винни Пух. Пожалуйста. Само собой, трикстер, возникает вопрос, какую роль играет трикстер в советской культуре, откуда такая невероятная популярность. Ну, во-первых, как бы, возникает мысль о том, что трикстер ассоциируется со скрытыми областями советской культуры, либо с одной стороны, так сказать, с теневой экономикой, с экономикой, основанной на блате. Вот, поэтому трикстер и блатмейстер типа Остапа Бендера или Аметистова это примерно одно лицо. Вот, а с другой стороны ассоциируется, скажем, с неофициальной культурой, поэтому, вот, в культуре, которую мы считаем, так сказать, классикой нон-конформистской культуры, так много писателей, персонажей, которые, их жизнетворчество строилось по трикстерскому образу, вот вы видите, знаменитый портрет Хармса в образе своего никогда не существовавшего брата, экспресс, венчик и Рафеев создает своего двойника, так сказать, в романе довольно трагического, трикстера, в поэме, прошу прощения, экспресс, и, конечно, Андрей Синявский, который создает откровенно по трикстерскому образу Абрама Терцес, он описывает именно как трикстера и то, что он, так сказать, вор из одесской песни, это тоже очень, очень важная часть, а Пригов, которым я довольно много занимаюсь, он чисто программно переводит трикстерское поведение в логику всего своего творчества, вот, не знаю, нужно ли много говорить о том, что объединяет вот этих вот трикстеров, они не просто, тут нельзя использовать, на мой взгляд, понятие плут, потому что гораздо шире, гораздо более объемное понятие, оно, как правило, в той или иной комбинации встречаются такие черты, как, так сказать, амбивалентность медиации между противоположностями, лиминальность, то есть нахождение на краю, нахождение в странной такой взвешенной зоне и очень опасная свобода связанная с этой лиминальностью, свобода выражающая в постоянных трансгрессиях, нарушениях табу, особое отношение с сакральным, так сказать, постоянная растрата ценного, вот, и, наконец, очень важно для трикстера то, что его, как обман, его, так сказать, действия, по сути дела, эстетизированы, это эстетический жест, да, кстати, именно поэтому Остапу так плохо жить, когда у него есть миллион, вот, он ему не нужен, совершенно лишняя вещь, и я стал, так сказать, думать, и вы понимаете, конечно, что все эти герои как раз оперируют теми инструментами, которым посвящена наша панель, то есть, прежде всего, иронией, языковой игрой, подрывом авторитетов, и тут даже невозможно говорить о масках, у них нет постоянной идентичности, они постоянно существуют в каких-то других лицах, тут нельзя сказать, вот это лицо, а это вот маска, тут миллион всего, вот я, я помню, как я написал там статью о Пригове, где вот как раз использовал термин маска, а потом прочитал через некоторое время его интервью, где он довольно зло говорил, вот пишут какие-то маски, маски, нет у меня никаких масок, я каждый раз перевоплощаюсь, я каждый раз другой, это все время, и это все время я, и это очень точная характеристика любого, любого трикстерского поведения, на мой взгляд, вот вся вот эта эстетика трикстерства, так глубоко проникающая в советскую культуру, она является, как бы, ну не знаю, тенью или двойником культуры цинизма, которая также пронизывает широко и глубоко советскую цивилизацию, цинизма, который с одной стороны связан с цинизмом власти, который, как мы знаем, говорит массу благородных вещей, которые совершенно никак несовместимы с ее практиками, и цинизмом того, что Лев Дмитриевич называет адаптивными практиками, то есть циническим поведением, необходимым для выживания, и тут, конечно, и двоемыслие, и двоесловие, да, и участие, так сказать, в полукриминальных практиках, необходимых для выживания, не только блат, но, как бы, какие-то системные, так сказать, формы коррупции, в которые все в той или иной степени вовлечены, подписывание тех или иных писем, выступления на тех или иных собраниях, участие в ритуалах власти, которые достаточно отвратительны, допустим, интеллигенции, и прочее, прочее, мы легко можем восстановить все это дело. В чем разница между цинизмом и трикстерством? В том, что, как я уже сказал, трикстер переводит все в эстетическое измерение. То есть, трикстер, если мы будем следовать Канту, бескорыстен, трикстер не извлекает выгоды, для него важен, так сказать, радость театра. А в цинизме всегда есть момент выгоды. Зачем я это делал? Ну, потому что так будет лучше, не другим. То есть, есть всегда практический расчет. У трикстера практический расчет, снят именно эстетическим действием, но это снятие, оно и производит такой освобождающий эффект. Именно поэтому трикстеры так любимы и дороги, что они как бы вот эту достаточно унизительную, циническую жизнь превращают в веселые, радостные, блистательный фейерверк остроумнейших шуток и гэгов превращают в театр. То есть, вот театр, который, естественно, здесь же возникает эффект свободы. Что происходит с трикстером? Дима, сколько у меня еще есть? Нормально, да. Что происходит с трикстером, так сказать, с концом советского режима, если, так сказать, принять тезис о том, что трикстер связан с как бы такими подпольными более-менее практиками? Поначалу кажется, что время трикстера кончается. Ну, именно потому, что, так сказать, капитализм больше не является теневой экономикой, и вторая культура как бы ставится как будто бы наравне с первой, да. И поэтому трикстер больше уже не является фигурой сопротивления, в нем нет больше, так сказать, вот этого пафоса, противостояния. Очень характерно, что это распространяется на все 90-е годы. С одной стороны, вот этот эффект, как бы трикстер гаснет, трикстер теряет обаяние. Очень характерно, что в 90-е годы выходит не то 4, не то 5 постановок, основанных на диалоге Ильфа и Петрова. Там два мюзикла, опера, сериал с Олегом Меньшиковым, и все они с треском проваливаются. Просто совершенно как бы нерелевантно, совершенно не... Да, еще был... Он был более сложным фильмом, но это было как бы такое демонстративное прощание с трикстером, фильм 93-го года «Василия Пичула. Мечты идиота», где Остапа Бендера играл Сергей Крылов, а Паниковского Андрей Смирнов. Да, достаточно представитель, как такой был перевернутый образ, и это был именно образ людей андеграунда, которые теряют все, что в них было прекрасно. Но в то же время в 90-е годы мы видим как бы так обратный процесс в известной степени. Вот эта популярность трикстера приводит к тому, что на публичной сцене появляется целый ряд фигур, которые, будучи открытыми циниками, в то же время выступают как бы под маской трикстера. Ну вот у меня тут и Березовский, и Мавроди. Конечно, самый показательный пример – это Жириновский. Мне кажется, эффект этих персонажей на культуру связан именно с тем, что они используют в этой культурной мифологии трикстера, хотя при этом, конечно же, достаточно практически относятся к ней и извлекают из нее массу политического и не только, или извлекали, в случае Березовского, не только политического капитала. И вообще, но, и вот эта, так сказать, вакансия вот этого квази-трикстера, который является, на самом деле, очень выраженным циником, она сохраняется по сей день. Достаточно посмотреть на, я не знаю, Марию Захарову, Злодостанова, или там более-более-более низкого полета персонажей типа Ивана Ахлобостяна. Ну, не менее неприятно. Тем не менее. Что делают эти фигуры, какой эффект они производят? Они производят вот эту самую моральную панику, о которой писал Лев Дмитриевич, писали другие. Они возводят неразличимость фундаментальных категорий, прежде всего моральных категорий, в норму. Об этом пишет и Михаил Инпольский в своей последней книге «Парк культуры», где он говорит о неразличении, неразличимости как самым устойчивой характеристике современной культуры. Вот я упомянул статью Лева Дмитриевича «Он неуральном пространстве», где он говорит о маргинализации или дисквалификации морального поведения, выдвижении моральных ценностей, связанных с насилием, конечно, насилием, прежде всего, освещенным интересами государства на первый план. То есть происходит как бы обратная национализация насилия, которая была приватизирована во время перестройки разными группами, да, и все сопровождается как вполне циническим дискурсом неотрадиционализма, который как бы утверждает вечные эссенциалистские моральные ценности, которые при этом совершенно никак не совпадают, даже просто не совпадают, никак не соотносятся с практической стороной дела. Насколько это отлично от советского периода? Структурно нет, потому что мы, в принципе, похожие процессы, на мой взгляд, можем найти в советском периоде. Главное различие состоит в том, что, насколько я понимаю, и я с удовольствием приму любые поправки, что в советский период были как бы такие корпоративные этики, которые не смешивались. Вот интересы или там этика, циническая, конечно, этика государства и людей государства, да, которую там артикулирует, скажем, тот же Путин, хотя я уверен, что он не относится так же цинично, как всем остальным этикам, отличалась от корпоративной этики интеллигенции, да, и как бы внутри этих корпораций были какие-то свои иерархии и так далее. Вот, они совершенно не совпадали, как мы понимаем, да. Вот, но, а сегодня мы видим, как вот эти вот корпоративные этики то ли разрушились, то ли перемешались, между ними возникла вот эта зона неразвлечения, и именно это вызывает моральную панику, и именно это, по-видимому, вызывает вот это желание чего-то твердого, чего-то прочного, а как мы знаем в русско-советской традиции все твердое и прочное предполагает войну. Вот есть война, есть твердая почва, наконец-то все ясно. Вот, но, я закончил. О, ну, мне столько не надо. Но все-таки есть какое-то новое качество, и именно оно связано с понятием постмодернизма. Вот Михаил Фишман вчера тоже упомянул виртуальный постмодернистский сталинизм. И если кому-то интересно, у меня есть большая коллекция цитат на тему именно политического постмодернизма в современной России, причем, что особенно интересно, эти цитаты начинают появляться не только после 11-го или после 14-го года, как можно было бы предположить, они начинают появляться гораздо раньше, уже в 6-м, 7-м годах. Но, естественно, когда происходит Крым, когда к власти приходит Трамп, как бы мысль о том, что вот злокозненный постмодернизм овладел сверхцивилизациями, или чем, сверхдержавами, прошу прощения, сверхдержавами, она овладела также многими умами, и ее главным пропагандистом стал Петр Померанцев, автор самой популярной книги России, вышедшей в Америке за последние, может быть, 10 лет, по-английски она называется «Nothing is true, everything is possible, adventures in modern Russia», все вранье и все возможно, приключения в современной России, где он, в общем, довольно убедительно разворачивает панораму современного цинизма политического, прежде всего, и медийного, во-вторых, и все это он обозначает термином «авторитарный постмодернизм». Вот в своей статье, которую я не буду пересказывать, если кому-то это интересно, посмотрите, я доказываю, что термин «постмодернизм» представляется здесь не точно, потому что то, что приписывается к постмодернизму, является как бы чертами общей культуры постмодерного, которую Михаил Новымович писал также в своих работах уже довольно давно. Мы находимся в городе, который воплощает гиперреальность симулякра, вот он вокруг нас, да, но и здесь тоже есть отель, который называется «Трамп», но это не совсем то, о чем мы говорим, когда мы говорим о политике. Но главное все-таки отличие между постмодернизмом, как стратегией культуры и стратегией мысли, состоит в том, что он основан на деконструкции, да, мы тоже употребляем широко это слово, но у него есть очень конкретный смысл, который вложил в него Деррида, да, деконструкция – это разрушение бинарной оппозиции, да, все бинарные оппозиции, то есть традиционная культура основана на бинарных оппозициях. Ну, это банальная вещь, я прошу прощения, да, высокая, низкая, мужская, женская, дьявольская, божественная, восток, запад и прочее, прочее, причем, конечно, все эти оппозиции, все члены оппозиции основаны на неравенстве, одна, одна сторона оппозиции всегда привилегирована по отношению к другой, вот, и на этом основана вся культурная репрессия, говорит нам философия постмодернизма, да. Соответственно, нужно эти оппозиции переворачивать, подрывать, смешивать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, видим ли мы это вот в этом неонационалистском дискурсе, в этом том, что очень вежливо называется словом популизм, конечно, нет, мы видим наоборот, как бы усилие, усиление бинарных оппозиций, особенно оппозиция между нами и ними, да, между Россией и Западом, между американцами и неми, американцами, между христианами и мусульманами, и так далее, ну, мы видим как бы именно то, что по-английски называется reinforcement, да, reinforcement of oppositions, то есть, в принципе, это противоречит установкам постмодернизма, но в то же время каждый раз, когда мы за всем этим наблюдаем, в России или в Америке, тут действительно вот ассоциация с Лас-Вегасом, мне кажется, что-то объясняет, то есть, вот, во всех этих случаях дело происходит так, как в этом городе, все построено из бетона, очень тяжеловесно, но как бы понарошку, вот мы, конечно, понимаем, что, что, там, допустим, вот эта вот пирамида, в которой мы живем, это не совсем та пирамида, да, и она даже не пытается быть той пирамидой, вот, но очень похоже, но очень похоже, что эта понарошка абсолютно не означает, что это такой бескровный процесс, как мы видим, так сказать, крови и насилие с этим процессом связано предостаточно, но вот это новое, как бы, отношение, вот эта новая понарошечность, вот она, мне кажется, требует понарошечность сценизма, да, или как бы, ну, мы все же друг друга понимаем, да, мы все знаем, о чем идет речь, вот это, как бы, такое сообщительность этого цинизма, она, она, мне кажется, является новым качеством, то есть, ну, грубо говоря, власть всегда в Советском Союзе врала с экранов телевизора, да, но сейчас она врет и, как бы, дает ему понять, ну, мы знаем, что мы врем, ну, мы, ну, вы же тоже знаете, мы друг друга понимаем, и вот это вот, как бы, взаимное понимание между обществом и властью, это, это и есть вот это понарошечность, я заканчиваю, на этом фоне, как это ни странно, возникает новый интерес к Трикстеру, и, ну, поскольку я за этим наблюдаю, я вижу, я вижу по меньшей мере два новых, как бы, новое поле обозначившее, please, I need the next slide, с одной стороны, Трикстер становится политическим активистом, ну, Ксения Собчак, это один случай, next slide, еще более яркий случай это Пусси Райт, конечно, особенно Панк Молебен, конечно, Трикстерский акт по всем статьям, а с другой стороны появляется вот Трикстер-конформист, Лев Дмитриевич первым о нем написал, это Слушкин, сначала из романа Алексея Иванова 95-го года, что характерно, а затем из фильма Велединского 2013-го года, фильма, который получил одну из лучших, так сказать, касс в стране, поскольку он, при том, что он не был там снят по голливудскому стандарту, он не был про какие-то большие катастрофы, был вполне себе психологический фильм, но неожиданно он получил колоссальную, так сказать, поддержку населения, но при этом, конечно, он Трикстер, но Трикстер, который, как бы, нарушает границы исключительно в пределах частной жизни. Лев Дмитрий сравнивал его с Афонией, даже с Иваном Денисовичем, вот, мне он больше напоминает героев в таких фильмах, как «Полеты во сне и наяву» и «Утиная охота», ну, это тоже, в общем, в своем роде Трикстер, просто другого плана. Вот, и, наконец, появляется между ними множество, множество разных типов, я уже нет времени, от Масяни до «Моей прекрасной няни», от Остромова-Быкова до персонажей музыкальных видео Шнурова, это у нас экспонат, да, впить, репить, это, пардон, я влюблен, называется, ну, и так далее, почти во все, если вы возьмете все вот видео Шнурова за последнее время, вы увидите, что во всех них действуют Трикстеры, точнее, люди, которые очень хотят быть Трикстерами, и у них ничего не получается. Вот там постоянный, как бы, мотив такого, неудачи вот от такого победительного Трикстера Остапа Бендера вот к этим таким проваливающимся Трикстерам Шнурова, это очень характерная эволюция, но какой здесь можно сделать вызов, извините, вызов, выбор, выбор довольно странный, что, как бы, Трикстер становится, как бы, общим знаменателем национальной самоидентификации, то есть, вот Россия стала страной, которая воображает себя страной Трикстеров, в разных, так сказать, проявлениях, тут масса градаций, масса масса вариаций, да, героические, негероические, удачливые, неудачи и так далее, то есть Трикстер оказывается, вот, вот, вот это новое мы, мы Трикстеров, что, на мой взгляд, полностью исключает возможность какого-то либо прогнозирования, какого-то либо, ну, моделирования будущего, потому что Трикстер отличается прежде всего непредсказуемостью, и вот это единственное, что можно предсказать с уверенностью, непредсказуемость будущего. Спасибо большое. Спасибо, Марк. Прошу Александра Генниса занять позицию, удобную для него. Он журналист, ведущий программы «Поверх барьеров. Американский час» на Радио Либерти, автор множества книг, работ по российской культуре, литературе, постмодонизму и так далее. Пожалуйста, Трикстер. Спасибо. Прежде всего, я хочу поблагодарить Диму, который провел титанический труд. Я переписывал с ним во время подготовки конференции и видел, сколько усилий потребовалось, чтобы собрать нас всех здесь, чтобы у нас всех было хорошее настроение. Особенно хорошее настроение было у меня вчера, когда мы с Мишей Эпштейном шли по коридору, и вот он говорит, вы представляете себе, как странно, что вот мы здесь сидим, а рядом эти сумасшедшие люди, которые все время играют на этих автоматах, как это все выглядит дико. Я говорю, а представьте себе, что они думают о нас. Мы пришли в столицу греха и сидим и обсуждаем русскую интеллигенцию, вместо того, чтобы заниматься азартом и развратом. Мое выступление построено на некоторых наблюдениях по поводу пропаганды, отечественной пропаганды. И должен я начать, как все здесь, с личного опыта. Дело в том, что когда я закончил университет, даже когда я еще учился в университете, я работал в пожарной охране пожарным, и я работал в газете, которая была, называлась «Игосвильная». Это газета, где печатались программы телевизионных и радиопередач. Именно поэтому я, наверное, единственный в мире человек, который знает, из чего состояла российская пропаганда. Скажите мне, кто из вас видел телевизионную передачу «Вести с полей»? Двое, трое, уже ничего. Я, конечно, вам не верю, но неважно. А кто из вас видел экран социалистического соревнования? Все-таки совести не хватило. Дело в том, что каждый божий день в России, в Советском Союзе передавали такие передачи. Каждый день. И они стояли в программе, поскольку я редактировал эту программу, не сами передачи, а программы, где они описывались, я знал, что они каждый день идут. Их никто никогда не смотрел, включая авторов. Зачем они существовали? Я представляю себе, что это была ритуальная форма существования рекламы, пропаганды. Никто в ней не верил, никому она была не нужна, никакой роли она не играла, но она, тем не менее, существовала. Мне эта ситуация напоминает замок Кавки. Бог умер, но людям еще об этом не сказали. Деревня живет так, как будто бы он есть, но Бога уже нет. То же самое было с советской пропагандой. Именно поэтому она была полностью бесполезна. И пропаганду заменяла две вещи. На высшем уровне, в среде интеллигенции, это было, скажем, западное радио, BBC, а на низшем уровне гораздо интереснее это строилось. На высшем уровне я это рассматривал, пропаганду через западное радио дома, а на работе пожарной охраны я встречался с другой формой пропаганды, которые были слухами. И все слухи, в общем, сводились к тому, что все советское начальство, Ленин, Сталин, Брежнев, они все евреи. Даже Гитлер был евреем. И потом я приехал в Америку и работал в газете «Новое русское слово», где я работал типографии, где были старые белогвардейцы. Они говорили то же самое, что все были евреями, Брежнев, Сталин, Гитлер. И я понял, что это такая тоталитарная еврея, это такая общая утопия. К чему я это говорю? К тому, что в такой ситуации все не работало, и пропаганда была не нужна, но она существовала. Но были такие места в социалистическом лагере, где был доступ к Западу. С одной стороны, например, в Таллине рассказывали, что можно поймать финское телевидение. И однажды я действительно был в Таллине и поймал финское телевидение, еще школьникам, и там показывали финские народные танцы. Было необычайно скучно. А с другой стороны был Берлин, Восточный Берлин. И в Восточном Берлине легко и просто принимали западное телевидение. И мечта каждого советского человека была поехать на Запад. Западный он назывался Восточной Германией. Это, кстати, характерно. Перемена значений. И я спрашивал своих берлинских друзей, как они смотрели телевизор. Они говорят, что они жили исключительно телевидением Запада. А Восточное телевидение для этого построило самую большую телебашню, которая до сих пор уродует Восточный Берлин. Но ничего этого не помогает, потому что все смотрели западное телевидение. И вот тут начинается потрясающий парадокс. Когда закрылась Восточная Германия, когда она слилась с Западной Германией и исчезла, историки добрались до документов Штазе. Поскольку это были немецкая разведка, контрразведка, она была необычайно хорошо документирована. И тут выяснился один невероятный парадокс. Казалось бы, люди, которые жили с доступом к западной культуре, к западному телевидению, к западной массовой культуре, то есть той самой, которая действует на более сильно на людей, они должны были быть самыми радикальными немцами в Восточной Германии. А казалось, прямо наоборот. Там, где западное телевидение не попадало в Германию, там-то и были люди, которые больше всего не доверяли своей власти, которые были свойственны наиболее свободомыслящей взгляды. А вот в Берлине как раз и все поустраивало. Почему? Историки не могли найти ответ на этот вопрос, пока в прошлом году, по-моему, или позапрошлом году, только что вышла книга Эдварда Люца «Отступление западного либерализма», очень интересная книга, которую я всем советую, надеюсь, что я когда-нибудь переведу это на русский, где он предлагает такое объяснение. Он сказал, почему берлинцам, восточным берлинцам, почему они так легко примерялись с реальностью? Говорит, потому что у них уже была свобода, только не своя, а чужая. Они пользовались иллюзией свободы, но тем не менее они ей пользовались. Им не мешал железный занавес, потому что они жили по ту сторону железного занавеса, проще говоря, где телевизор, там и родина. И знаете, в эмиграции, я это вижу очень хорошо, когда-то, когда я приехал, телевидение советское не работало на территории Америки, и все были здесь антикоммунистами, все были здесь противниками советского строя, противниками войны в Афганистане и так далее, а потом появилось телевидение, и вдруг огромный пласт русской эмиграции стал за Путина, стал Крым наш и так далее, и так далее. Таким образом, вот эта вот иллюзорность свободы, которая позволяет жить в рабстве, но быть свободным, самым странным образом воздействовала и на российскую пропаганду времен послеперестроечных времен. Когда появился доступ к свободе в России, когда цензура в 90-е годы отошла, то появилось огромное количество гламурных журналов. Вообще первой свободой воспользовались книжные издательства, журналы, газеты, мы знаем, бум, печатные. И на этой волне, сначала, конечно, это был там, Солженицын и так далее, но потом появилось огромное количество гламурных журналов. Я знаю, потому что я почти во всех печатался. И эти журналы меня поражали до глубины души, потому что они рассказывали о чем-то таком, что заведомо не существует. Не только в России, а нигде. Я, например, печатался в журнале GQ. Это очень популярный американский журнал, который есть и в Америке. И поскольку в России возникали все журналы такого же типа, только на русском языке, то я видел и американский абордец, и русский абордец. В американском абордец было написано в журнале, что говорит, каждый мужчина может купить себе пиджак за 5 долларов, и он будет выглядеть как за 5 тысяч. А в русском журнале было написано просто, каждый мужчина должен купить себе пиджак за 5 тысяч долларов. И интересно, что они рекламировали бриллианты, машины Ягуар, дорогой виски. Всего этого не было, не только в России, но и в нормальном западном мире, конечно, недоступно. Я спрашивал, для кого вы печатаете эту рекламу? Кто покупает, вот читает журнал «Плейбой», покупает Ягуар. Те не видели таких читателей, но они мне объясняли, что так надо. И я думаю, что они правы, потому что эти журналы каким-то образом существовали, пока они не перестали существовать. И по разным причинам. Я, например, печатался в журнале «Русский плейбой». И у меня был контракт с ними, но, к счастью, после шестого номера редактора уволили, а издателя убили. На этом кончились мои порнографические писания. И эти гламурные журналы, они представляли людям тот мир, в котором они хотели бы жить, но не могли. И потребление стало зрелищным спортом. Люди не потребляли, а смотрели, как потребляли другие. И это, знаете, такой есть мультфильм Тома Джерри, где мышка поймала кота и сказала, знаешь, я тебе разрешу смотреть, как я ем ветчину. Вот примерно так выглядели гламурные журналы в 90-е годы. И этот вот зрелищный спорт стал очень популярным. И с тех пор началась жизнь как бы. Мы видели как бы свободу. И вот этот вот массированный западный образец, который проникал в Россию, он проникал только на уровне иллюзий, миражей. Но тем не менее было ощущение, что все так оно и есть. Я даже знаю, почему такое было. Потому что если раньше пропагандой занимались люди, которые совершенно не были заинтересованы в ее результативности, то именно в 90-е годы выросло целое поколение людей, которые теперь стали путинскими людьми, которые занимались постмодернизмом, прекрасно понимали, как он делается. Тут я должен, конечно, внести ясность, сказать, что я тоже имею отношение к распространению постмодернизма, потому что мы с Мишей Эйпштейном выпустили книжку «Ражный постмодернизм», она даже недавно была переиздана. Так что, наверное, мы тоже с вами несем какую-то долю участия. Но я, как филолог Растрига, снимаю с себя ответственностью. Так вот, и там были люди, которые были самым таким... Они в 90-е годы были авангардом русской культуры. Например, Константин Эрнст, которого вы, наверное, все хорошо знаете, как начальника телевидения. А кем он был в 90-е годы? В 90-е годы он был крутым авангардистом. Проповедником постмодернизма. У него был журнал «Мулета», который, может быть, кто-нибудь помнит. Нет, не «Мулет», а «Мотодор». «Мулета» была в Париже у Толстого. А у него был журнал «Мотодор». Кстати, связь, конечно, характерная. Он тоже знал про то, что есть такой журнал «Мулета». И этот «Мотодор» печатал самые такие яркие и острые статьи по поводу современнейшей, новейшей культуры. Я сам-то много раз печатался. И Константин Эрнст был крайне прогрессивным человеком, который использовал все вот эти вот навыки для того, чтобы создавать новую вот эту вот странную рекламу. Потому что эта странная реклама оказалась политической пропагандой, которая была несравненно более действенно, чем то, что было в Советском Союзе. Все, что говорили в Советском Союзе, отвергалось с нуля, потому что никто не верил тому, что говорит власть. Чем было телевидение при Советском Союзе? Это был аппарат для демонстрации хоккея и Штирлица. Больше никто ничего от него не требовал, кроме Брежнева, который любил еще фигурное катание. Но теперь телевидение и вообще вся советская пропаганда, антипостсоветская пропаганда стала гораздо активнее и действеннее, потому что они выполняют вот эту самую роль миража, иллюзии свободы, иллюзии потребления. И на этой почве, конечно, возникают новые феномены, такие как постправда и фейк-ньюс, фальшивые новости. В 2016 году главное слово было постправда, а в 2017 году было фейк-ньюс. Это главные слова года. Когда их поженили, постправду и фейк-ньюс, то появился гомункулс информационный под названием «Альтернативный факт». Это крайне любопытное явление. Впервые я с ним столкнулся не при Трампе, как многие думают, а здесь на юго-западе Америки, когда я первый раз посетил Гранд-Каньон, куда мы завтра с вами все собираемся. И экскурсовод, который показывал вам Гранд-Каньон, когда вы спрашивали, а как появился Гранд-Каньон, он, подготовившись к этому вопросу поколениями предыдущих вопросов, сказал, что есть две версии. Одна версия – это река Колорадо текла-текла и проложила себе путь сквозь горы. Это одна версия. А другая, что Каньон остался после потопа, который привел к тому, что Ной спас мир и Ной в ковчег был построен. Он не сказал, какая теория была правильная, но он дал два факта вместо одного. И эти факты отменяют друг друга. Нельзя сказать, что они есть, нельзя сказать, что их нет, потому что мы способны выбирать каждому по своей вере. И вот в этом мире живет постсоветское общество. Им не говорят, что правда, что ложь. Им говорят, что могло бы быть или не могло бы быть. Никто не говорит, что это так. Главное – вселить уверенность в том, что правды нет вовсе. И поэтому, вот посмотрите, что происходит. Кто сбил несчастный Боинг? Кто его знает? Ведь никто не говорит, что его сбили те-то. Те-то разные версии, но есть разные версии, начнете одной правильной. Кто подменил матчу спортсменам? Кто же знает? И поэтому нет лжи, есть альтернативные факты. И так, кто воюет на Донбассе? Разные есть мнения. И с этим, с помощью вот такого вот довольно нехитрого присутствовления меняется вся картина жизни, потому что это позволяет отнестись даже интеллигенции к тому, что ну какая? Правды нет ни на Западе, нигде. Так почему же мы должны страдать, вставать с дивана и идти, например, на выборы? Это совершенно не нужно, потому что все равно правда нет. Все лгут, все вранье, все кандидаты жулики. И отсюда возникает великая концепция «как бы». Давно уже замечено, что «как бы» стало словом постсоветской культуры во всех областях. Что такое «как бы»? Это и есть альтернативный факт, это и есть постправда, это и есть фейк-ньюс, и это есть постмодернизм в политической реальности. Недавно была вышла книга Сорокина «Белый квадрат», в котором есть замечательный рассказ «Фиолетовые лебеди». Очень советую всем прочесть. Сюжет рассказа замечательно, весь ядерный материал в бомбах российских превратился в сахар. И вот приходят все вожди нашего российского государства, приходят к волшебному старцу, чтобы он помог и превратил этот вот самый сахар обратно в уран. И там есть монолог, весь монолог построен на том, что герой просит у старца, говорит, вы посмотрите, что у нас творится, у нас все как бы. У нас как бы свобода, как бы демократия, как бы власть, как бы хлеб, как бы и так далее, и так далее. Полторы страницы как бы. И есть только одно не как бы, это атомная бомба. И вот теперь у нас ее и лишают. И как всегда Сорокин, он очень точно описывает подсознание общества. И это подсознание общества построено на как бы. Вот это вот та категория, в которой существует, как мне представляется, современная реальность. Что делать? Мы вообще все здесь занимаемся одной старинной игрой российской интеллигенции, это кто виноват. И это, конечно, забавно, потому что виноваты обычно мы. И то есть мы охотно берем на себя роль виноватых, потому что народ, он всегда не виновен. И поэтому, ну кто вот самый плохой? Путин? Нет, ну Путин что? Вот то ли дело люди, которые восстанавливают доски мемориальные, да, или Чулпан Хаматова. Вот наш настоящий враг, вот с кем нужно воевать. И это очень характерно, потому что все, что я вижу в России, это выяснение отношений между разными интеллигентными группами, которые по-разному ненавидят тех или других. И сама идея компромисса вызывает возмущение. Мы здесь это видели вчера, эти разговоры. И они, конечно, очень болезненные. Но кто виноват, это гораздо более увлекательный вопрос, чем что делать. Потому что как отвечать на вопрос, что делать, знал только Чернышевский, мы видели, чем это кончилось. И тем не менее, мне представляется, как человеку, который живет в Трамповской Америке, что есть простой выход настаивать на правде. Дело в том, что весь постмодернизм был построен на фразе Ницше. Фактов нет, есть только их интерпретация. Это очень богатая концепция, которая позволяет теоретизировать и заниматься увлекательными гимнастикой ума. Но тем не менее, факты есть. И правда есть. Ее нет истины. Это другое дело. Потому что истина это вопрос метафизический. А вот правда, это вопрос довольно простой и в конечном счете очень легко доступный для каждого, кому она нужна. Мне очень понравилось выступление Леонида Гозмана вчера, где он сказал именно то, чем я хотел закончить сегодня. О том, что каждый из нас кажется, что для чего мы все это делаем. 86% мы знаем эту роковую цифру, не интересуются тем, что мы делаем, а остальные 14% они и так все знают. И вот кажется, что это все абсолютно глубоко бессмысленное дело. Вы знаете, я 34 года работаю на Радио Свобода, и время от времени мне приходят эти мысли в голову, потому что для кого я все это делаю. И к кому я обращаюсь? Знаете, когда стоишь в студии микрофона, никого нет. Кто на другой стороне, я представить себе не могу. Меня утешает всегда одна та же мысль, о которой говорил Гозман, что где-то сидит парень в деревне и думает, что он один. А он не один. И это очень распространенное мнение. Я слышал в Америке то же самое, что в каждом маленьком американском городке есть парень, который читает книги вместо того, чтобы играть в футбол, тем более американский. И он приходит в колледж, и вдруг объясняется, что их полным-полно. Вокруг него все люди, которые знают, кто такой Томас Манн. Он-то думал, что один-один в мире такой. И вот этих вот людей, их достаточно много, а главное, что они очень нуждаются в том, чтобы мы об этом сказали. И я представляю себе не парня в деревне, а трех сестер. Вот сидит три сестры, одна из них учит итальянский. И кому нужен итальянский для того, чтобы это все было в этой страшной дыре, в которой она живет, и куда она мечтает выбраться в Москву. А потом выясняется, что в каждом городе есть три сестры, и в каждой деревне есть три сестры. И эти три сестры составляют, в общем, то самое население, ради которого стоит жить. И знаете, я в своей жизни много получал писем от слушателей. Редко из Москвы. Из Москвы обычно, когда еще в советское время посылали все письма, которые кончались одинаково, пришлите джинсы. А вот я получал письмо, однажды я ценю такие вещи, из поселка, дальневосточного поселка, Слатоуст, по-моему, так он назывался. Я не смог найти на карте. Начиналось письмо так. Наши дыре еще не все прочли Борхеса. А другое письмо я получил от своего слушателя из Южного Казахстана. И он мне сказал, вы меня, простите, но я категорически не согласен с вашей третокой Вингетштейна. Вот эти те самые три сестры, ради которых и нужно работать, и это, по-моему, очень достойная задача для интеллигенции, потому что, когда говорят теория малых дел, и как это все не важно и не нужно, я всегда вспоминаю Ленина. Вот Ленина всегда больше всего раздражала теория малых дел, больше, чем царское правительство, потому что теория малых дел отменяет революцию, но зато она позволяет прогресс, и это тот самый способ, из которого мы можем выбраться из этой постмодернистского информационного болота. Спасибо, друзья. Прекрасно, движемся. Пожалуйста, теперь прошу Михаила Эпштейна, он профессор культурологических теорий и русской литературы в Эммерии университет. Спасибо. Огромная благодарность Дмитрию за его истинное интеллигентское призвание, которое здесь реализовано, в том, что мы все вместе собрались, и я не вижу более достойного определения интеллигенции, чем такой, как называется, указательный жест, то есть вот то, что здесь происходит. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Раз уж в теме обозначена ирония и интеллигенция, я с этого и начну. Ирония, на мой взгляд, необходимое свойство интеллигенции, прежде всего, как самая ирония. Напомню известное высказывание Паскаля о том, что ничто так не согласуется с разумом, как его недоверие к себе. Если интеллигенция, интеллигенция – это разум, то недоверие к себе – это и есть то, что отличает интеллигенцию от других слоев общества, которые уверены в себе и делают свое дело, свою роль в позитивном знании своих выгод, целей и так далее. Интеллигенция – это рефлексивный, сомневающийся слой. Но после всех этих сомнений и самоироний должны следовать некие выводы. Поэтому я начну с цитаты из стихотворения Саши Черного, проникнутого иронией в отношении интеллигенции. Оно так и называется «Интеллигент», и я приведу две-три страфы. Это 1908 год, когда интеллигенция потерпела сокрушительное поражение после Первой русской революции Пятого года. «Интеллигент, повернувшись спиной к обманувшей надежде и беспомощно свесив усталый язык, не раздевшись, он спит в европейской одежде и храпит, как больной паровик. Истомила идея бесплодных интрижек по углам паути на ленивой тоски, на полу вороха неразрезанных книжек и разбитых скрижали куски. Дрогнул рот, разомкнулись тяжелые вежды, монотонные звуки уныло текут. «Брат, одну за другой хоронил я надежды. Брат, от этого больше всего устают». Смолк, а буря все громче стучалась в окошко, билась мысль, разгораясь и снова таясь. И сказал я, краснея, тоскуя и злясь. «Брат, подвинься немножко». То есть вот все, что знает интеллигент о своем собрате, он знает о самом себе, но не находит в себе другого места в обществе и в мире, кроме как лечь вот рядом с этим усталым и обнадеженным, обезнадеженным интеллигентом, потому что в этом единственная надежда. И действительно, когда вот я думаю о современной России, представляю вот все эти круги, там дельцы, бизнесмены, чиновники, чекисты, военные, менеджеры. И вот только когда представишь интеллигенцию, вот как-то каким-то светом начинает брезжить и открывается некое пространство, где можно жить, где можно дышать. И в общем-то, я думаю, что это есть все-таки главная надежда. Надо сказать, что тот сборник вехи, который мы вчера обсуждали, он разделил всю интеллигенцию на два, что ли, так сказать, подкласса. Вот есть такая патетическая интеллигенция, марксистская, популистская, народническая, левая, та, которая является предметом размышления автора вех. И есть интеллигенция, представленная самими авторами вех, то есть это трагически сознающее свое одиночество в огромной стране, иронически относящаяся к возможности своей победы и тем не менее продолжающая нести вот это бремя самоиронии и продолжающая выполнять свой долг. Вот интеллигенция российская, позднесоветская, 70-х, 80-х годов, вот Аверинцев, Лотман, Мамардашвили, это уже, в общем-то, послевеховская интеллигенция, то есть, в общем, осознающая, где, что, как, где она находится. А вот американская интеллигенция, я об этом позже больше скажу, во многом такая вот, такая левая, активистская, она во многом еще не, во многом еще довеховская интеллигенция, то есть не осознавшая вот этого иронического раскола с самой собой и со своим народом, и вот если есть у трампизма какая-то польза, то она состоит в том, что интеллигенция приходит, начинает лучше, американская интеллигенция может начать лучше понимать российскую интеллигенцию, то есть условия жизни в стране, которая этой интеллигенции не благоприятствует, которая наполнена, так сказать, народом, который думает иначе, действует иначе, и то благо, которого я жду от той ситуации, которая сложилась в последние два года в Соединенных Штатах, это одно из, может быть, незначительных благ, но тем не менее существенных для нас, как представителей российского знания и самосознания здесь, лучшее понимание американской и российской интеллигенции в силу трагического и иронического опыта последней. Вот, например, Дэвид Ремник, главный редактор Нью-Йоркера, на следующий день после выборов, где победил Трамп, он писал, вчера поздно вечером, когда поступали результаты из последних штатов, мне позвонил друг, глубоко опечаленный, терзаемый страхом конфликта, войны, почему бы не ехать из страны, вот валить, пора валить, но отчаяние, не ответ, не решение проблемы, сражаться с авторитаризмом, разоблачать ложь, бороться достойно и ожесточенно во имя американских идеалов, все, что остается, то есть единственное, что нужно делать. Видите, здесь звучат совершенно те же самые стоические нотки, которые, безусловно, присущи самосознанию российской интеллигенции. Надо сказать, что исторический ландшафт, которым самосознание интеллигенции быстро менялось, можно проследить вот по трем десятилетиям, 90-е, 2000-е и 2010-е годы. В 90-е годы казалось, что интеллигенция сходит на нет, и это ко благу страны, потому что сходил на нет народ. Интеллигенция и народ – это близнецы-братья. Интеллигенция все время страдает по своей оторванности от народа, но в то же время является неотъемлемым спутником. Что общего между интеллигенцией и народом? Это две химеры, которые взаимно порождают друг друга. Я описываю свое восприятие 90-х годов, но в этом и до сих пор для меня сохранилась некая правда. Что такое интеллигенция, чем интеллигенция отличается от интеллектуалов? Тем же, чем народ отличается от, скажем, общества стратифицированного, где есть разные профессии, разные социальные страты, но представление о народе в целом, оно как-то лишено точного адресата. И интеллигенция и народ, представление интеллигенции – это некая абстракция бытия, трудового бытия, настоящего бытия, физического бытия, полного бытия. А интеллигенция сама в глазах народа – это абстракция знания. То есть, вот культурный человек, в общем-то, вообще культурный человек, знающий человек. Интеллигенция отличается от интеллектуалов, от профессионалов тем, что она страшно любит превращать любые научные или псевдонаучные идеи в некое общее знание, обобществление. Вот так же, как народ – это обобщенная собственность, такая имущественная, так интеллигенция – это обобщенная собственность на средства духовного производства. То есть, все, любые профессиональные дисциплинарные знания, теория Дарвина, теория Маркса, моментально превращаются в некие общие идеи, которые охватывают всю интеллигентскую массу и должны предполагать какое-то общее действие. Вот эта вот обобщенность и в бытии народа, и в мыслительном бытии интеллигенции, стала сходить на нет в 90-е годы. И казалось, что так же, как перестанет существовать народ в своем абстрактном бытии, так перестанет существовать интеллигенция, которая разделится на интеллектуалов, профессионалов разного, так сказать, разных специальностей, разного уровня. И этого, как известно, не произошло. Хотя, как нам, так сказать, подсказывает Гегель, история движется от абстрактного к конкретному. Россия, к сожалению, осталась на уровне абстрактным, на уровне народа и на уровне интеллигенции. Вот эта конкретизация, которая могла бы воплотиться в том, что каждая, так сказать, единица страны обладает способностью самоуправления. Когда народ делится на, так сказать, классы, страты и прочее, не произошло. То же самое не произошло с интеллигенцией. Но вот уже в следующее десятилетие, в 2000-е годы, как-то вдруг стало понятно, что раз это не произошло в народе, этого не должно произойти и в интеллигенции. То есть, если остается народ, то интеллигенция должна оставаться. Да, это возвращение к старой парадигме. Это очень болезненное в плане мирового прогресса интеллигенции, если взять это понятие в допольском и дорусском смысле, как латинское понятие, которое используется Кантом, Гегелем, немецкой классической философией, способность, так сказать, разума к пониманию. Это в России сопровождается страшным... Вот реализация, социализация вот этой интеллигенции сопровождается такими страшными неудачами, которые и потребовали возникновения собственной интеллигенции в польском и в русском смысле этого слова. В западном мире этого не произошло, потому что интеллектуализация общества, интеллектуализация промышленности, экономики, политики, она осуществляется как-то органически, а вот в России понадобился такой узкий социальный слой, который бы взял на себя эту миссию социализации интеллекта и интеллектуализации общества. Вот это и есть, собственно, интеллигенция, которая занята социализацией интеллекта, воплощением социального интеллекта и интеллектуализацией общества. И вот само существование интеллигенции в плане такого всемирного торжества интеллигенции, как гегелевского самопроявления абсолютного разума в ходе истории, или как в продолжающем Гегеле, на мой взгляд, ювенале Харари, авторе таких всемирных бестселлеров «Сапиенс. История человеческого рода» и «Хомо деус», который как бы договаривает Гегеля уже для 21 века, что вот этот процесс интеллектуализации истории переходит в новое качество, в создание уже искусственного интеллекта, где человечество само становится все более и более страдательным по отношению к тому интеллекту, который возникает уже в сверхбиологической форме. Так вот, интеллигенция, я бы сказал, это страдальческое состояние интеллекта в отношении того общества, которое оно не в силах, он не в силах пересоздать. Интеллигенция – это имя болезни, это имя проблемы. И те героические усилия, которые требуют существования интеллигенции в таком обществе или в таком, я бы сказал, материальном мироздании, которое с огромным трудом подается интеллектуальной переработке, это обозначение общей проблемы интеллекта вообще, предстоящего мирозданию и призванного им овладеть и терпящего одно поражение за другим. В этом смысле я бы сказал, что у слова интеллигенции при всей его шаткости в истории современной России, то ли она нужна, то ли она не нужна, то ли она отжила себя, то ли не отжила себя, есть большой метафизический потенциал в том смысле, что и все человечество оказывается в известном смысле страдательным, а не действующим в отношении того интеллекта, который начинает действовать вот в области этих больших данных, о которых говорит Харари, так что мы все более и более чувствуем себя алгоритмами какого-то сверхчеловеческого интеллектуального организма, беспомощными, малоспособными осознать, что же мы делаем, и еще менее способными управлять собой. Таким образом, будущая конфигурация главной человеческой трагедии может мыслиться так, что не интеллигенция против КГБ, а, скажем, интеллигенция против искусственного интеллекта, против AI, artificial intelligence. Но вот эта точка боли, которая именуется интеллигенцией, и которая знаменует несовершенство нашего разума в его предстоянии большому миру и большому обществу, она должна быть нами зафиксирована как, ну я бы сказал, как точка возможного возникновения, ну может быть, нового религиозного или квазирелигиозного сознания. То есть интеллигенция в этом смысле это как бы новое такое христианство, то есть человеческий разум приносит себя в жертву тому разуму, который, может быть, его поглотит, который его уничтожит, который сделает его ненужным, исторически, так сказать, ликвидным или неликвидным. Но в этом смысле история русской интеллигенции может оказаться и пророческой в каком-то очень широком метафизическом смысле. Есть у меня еще время? Есть еще. Да. И последняя, так сказать, тема, которой я хотел бы коснуться, это постмодернизм, тоже заявленный в нашей сессии. Мне доводится довольно часто писать, вести блог в таком журнале «СНОП». И это журнал в основном такой технической современной интеллигенции, диаспоры русской. И я обнаружил удивительное такое для меня, как гуманитария, там редкая птица гуманитария, что слово постмодернизм приобрело страшно негативный оттенок, какой-то ругательный почти, и ассоциируется с путинизмом. Вот гибридная война, вот эта гибридная пропаганда, вот все, что происходит в России, во всем этом виноваты постмодернисты. И как на это можно ответить? Я полагаю, что теория постмодернизма, особенно в том виде, в каком она развивалась в американских университетах, и где она абсолютно господствовала, она должна, в общем-то, осознать свою ответственность за вот все эти тенденции постправды, альтернативных фактов, о которых говорил Саша Генис, должна нести свою долю ответственности, потому что она к этому стремилась, она категорию правды, истории, реальности активно разрушала, и вот теперь на волне этой левой демократической интеллигенты, интеллигенции выносятся Трамп и трампизм, который говорит, так сказать, правды нет, есть альтернативные факты и так далее. Вот это тот прискорбный и опять-таки патетический случай, что свойственно интеллигенции попадать в свои собственные ловушки и капканы, когда она создала, так сказать, это теоретическое оружие для тех, кто ее уничтожит, как в свое время произошло с марксизмом, да? Та самая интеллигенция, о которой писали авторы Вех, пришла и уничтожила и авторов Вех, и тех, или выслала и так далее. Вот эта ирония интеллигенции, она сейчас повторяется с трампизмом. И тем не менее, во мне вызывает чувство, я бы сказал, такого теоретического возмущения, вот эта вот попытка путинизм приписать по ведомству постмодернизма. Все-таки мы не должны забывать о том, что постмодерн возник прежде всего как критика империй, интеллектуальных империй и политических, и геополитических империй, как критика всяких метанарративов, будь это марксистский метанарратив или просвещенческий, или религиозный метанарратив и всякий другой. И поэтому вот эта Новороссия, стремление расширить империю, построить новую империю средствами, так сказать, пропаганды и лжи, приписать ее по ведомству постмодернизма, это какая-то низкая и гнусная ложь, потому что те самые методы, которые вот сейчас буквально отрабатываются в пропаганде по поводу Донбасса, они известны еще 50 лет назад по, так сказать, мастерским КГБ, там отрабатывались, там прием, там гнилая селедка, это вот реализовался в том, что мальчик был распят, то есть нужно бросить в массы такую, как бы ужасающий факт, который может быть подтверждается, может быть не подтверждается, но он будоражит воображение, это называется гнилая селедка на языке КГБ, так вот их, так сказать, университетов. Так вот, постмодернизм не имеет все-таки ничего общего с гнилой селедкой. Это благородная попытка понять множество разумов, населяющих наш мир, этнических разумов, возрастных разумов, и построить диалог между этими разумами, то есть внести долю той самой иронии, с которой я начал свое выступление, внести долю этой иронии в отношении самого себя. Я не единственный, не господствующий разум. Да, вот есть Шекспир, есть Толстой, ими гордится нашу культуру, но есть какие-то и другие традиции, другие каноны, другие культуры, давайте обратимся к ним, давайте поговорим с ними, что ничего общего, разумеется, не имеет спутинизм. Поэтому, мне кажется, что говоря о постмодернизме и вот нынешней такой, не знаю, постполитике, политике той генерации, которая возникла на мировой сцене уже после 2014 года, после Крыма и после 2016 года, после Трампа, мы должны очень четко дозировать, в чем мы должны, как представители некоторых постмодернистских, философских идей взять ответственность на себя, а в каком смысле продолжать работать с этими понятиями постмодерна для критики вот этого гибридного дискурса, который торжествует в современной России. Ну и последнее, я на этом уже завершу. Очень трудно действительно определить, что такое интеллигенция. Ну вот я это определяю как та социальная группа, миссия которой состоит в том, чтобы социализировать интеллект и интеллектуализировать общество. Но это все-таки слишком общая категория. Должен, тем не менее, сказать, что самые значимые категории в человеческой жизни, мышление, они вообще не подаются определению. Бога нельзя определить, любовь нельзя определить. Но это те категории, которые осуществляются не констативно, а перформативно. Есть такое разделение между двумя типами суждений. Это не констативные суждения, но вот, например, открыта дверь или закрыта дверь в этой аудитории. Можем сказать, вот если скажем, что закрыта, это истина, а если открыта, значит, ложно. А вот когда говоришь, открой дверь, про это нельзя сказать, ложно это или истина. Это можно только осуществить, открыть ее или не открыть. Так вот, интеллигенции, такие высказания называются, грубо говоря, перформативными. То есть они перформируются, исполняются, они определяются. Вот интеллигенция относится, я думаю, к числу таких понятий. Эту мысль мне, кстати, Людмила Улицкая подсказала здесь за завтраком, что интеллигенция – это то, что происходит вот здесь и сейчас с нами. То есть это способность разума размышлять о себе. Это перформативное понятие, которое мы осуществляем там, где мы себя идентифицируем с интеллигенцией при всем ироническом и самокритическом отношении к ней. И в этом смысле то, что здесь происходит в Лас-Вегасе, конференция по русской интеллигенции, это не менее странно, а может быть, столь же органично для Лас-Вегаса, как египетские, так сказать, скульптуры. Ну вот есть египетская цивилизация, вот есть русская интеллигенция. В Лас-Вегасе все это соединяется. Спасибо. Я хочу начать дискуссию, обратившись к панелистам, к докладчикам, в особенности к Саше Генису и Марку Липовецкому. И начну я с того, что вот эта Россия превратилась в страну как будто, как бы. Но как бы это все-таки дискурсивный элемент, невоплощенный элемент. Он соответствует постмодернистскому понятию симулякрома. И симулякром, как я его понимаю, это ситуация, где человек претендует, что что-то такое происходит, что-то какие-то события, какая-то есть, а на самом деле там ничего, там nothing. Но дискурсивный элемент – это противоположное. Когда человек дискурсирует, как будто бы ничего там нет, а на самом деле что-то там такое и кроется, то есть как бы обратная сторона. Так вот, потому и стебемся, что стебанутые. Потому и играемся, что очень больно. И зачитаю вам, я восстановил, я вышел, наконец, на интернет, догадался, как это сделать. И хочу вам процитировать, опять же, Герсона, который говорит о цене, которую он лично заплатил за жизнь внутренней свободы, за жизнь иронизирующего человека. Я прошу сначала по-английски, простите меня, у меня нет русской цитаты, а потом переведу, да? Вот как это звучит по-английски. Герсона, мы были born to destroy, говорит Герсона. Our business was to weed and tear down. And for that purpose, we had to negate and ironize. But even now, after we struck 15 or 20 blows, we see that we built nothing. We educated no one. And the consequences, or to put it more bluntly, punishment for us all, and for me personally, can be seen in the people around us, around me, in the relations inside our families, most of all in our suffering children. В переводе обратно на русский язык, он говорит, что мы были ждены, чтобы уничтожать, чтобы выпалывать, чтобы разрушать. И для этого мы использовали негацию, отрицание, и мы иронизировали. Но после того, как мы входили в атаку и нанесли удары 20-30 раз, что мы видим? Мы видим, что мы ничего не добились, что мы никого не смогли изменить. И мы платим за эту цену. We are punished. И это виднее всего, как живется самым близким для нас людям, нашей семье, особенно нашим страдающим детям. То есть эта жизнь внутренней свободы, этот разлад между борьбой, иронией постоянной, он ведет вот к таким последствиям. Жизнь скомороха вот как раз иронизировать. Показывать, как реальность совсем не так, как официально ее подают. Но, как известно, скоморохи и комики вообще диспрессированные люди. И они часто кончают весьма плохо. То есть эта боль, страдания, она как раз и выражается в этом скоморошестве, в этом как бы, в этом симулякре постоянной иронии, которая направлена не против себя, как Миша сказал, совершенно правильно. Self-irony – это фундамент жизни интеллигента, интеллигентности. А постоянно направленная вовне, на кого-то другого, чтобы с кого-то стянуть эту маску. В то время, как ты сам постоянно намекаешь, подмигиваешь, что вот я как бы да, а вот как бы нет. И в какой-то момент человек теряет сознание и ясность, а кто он на самом деле? Где там маска, где лицо, уже довольно трудно сказать. То есть это заражает себя вот эта вот постоянная жизнь. И поэтому мне хотелось бы задать такой вопрос к Марку. У него такой тезис, что вот есть хороший постмодернизм, и плохой, огрубляя, конечно, да? Хороший – это тот постмодернизм… – Это статья. – Да, да, да. Ну, я… там гораздо всё тоньше, но так. Хороший постмодернизм, он направлен после против татаризирующего дискурса, гегемонии любого имперского дискурса, и вот его постоянно деконструирует, да? А есть плохой постмодернизм, да? Тот, который выразился в цинизм, да? Тот, который стал каким-то образом жизнью, где ничего другого, кроме этого цинизма, нет. Так вот, где эта грань между хорошим и плохим постмодернизмом, между deconstructive engagement, то есть деконструирующей вовлечённостью в жизнь, в политику, и constructive engagement. Разница между прагматизмом и постмодернизмом, а прагматист, на мой взгляд, на сто лет раньше указывал на целый ряд относительностей и прочих вещей. Но для прагматистов дело не в деконструкции, а в реконструкции, reconstruction. И тут большая разница, потому что прагматист постоянно смотрит, где можно найти компромисс, как можно объединить разные точки зрения, как можно выйти в конце, но выйти именно к той ценности, которая там, либеральная, демократическая для Джона Дю и других. Тогда как оппортунист, в отличие от прагматизма, он готов на любое изменение, любую адаптацию, пока я сам в седле, пока я сам мне хорошо, пока я могу оставаться у власти. И для этой цели всё годится, как вот в сегодняшней России. Вот тут разница между прагматизмом и протунизмом. Так вопрос, где эта грань к Марку, между, так сказать, хорошим и циничным этим прагматизмом. И тут же для Саши, вот, как быть вот с этим симулякром и диссимулякром, да? Потому что жизнь как бы, она ни в коей мере не отменяет жизни воплоти. Жизнь, которая во многом, как авторы веха указывали, в быту настолько мирска во многом, да? Настолько она ничего похожего не имеется, это постоянная ирония, хихиха-ха, подмигивание, да? Марк и потом Саша, ладно? Есть что-то ещё для Миши, но позже, если останется время, что потом мы перейдём к вопросам аудитории. Пожалуйста, Марк. Я очень кратко отвечу. Дима, мы с вами говорим на разных языках. Вы исходите из того, что есть реальность, есть культура. Я исхожу из того, что есть культура, она же и реальность. То есть я стою на позиции конструктивизма, который не допускает существования категорий не освоенных культурой. Мы живём в культуре, мы не живём среди каких-то вечных понятий, которые культура бы не меняла, не перестраивала и прочее. Поэтому я управляю слово «трикстер», конечно, как некий троп, но я, по крайней мере, стараюсь постоянно историзировать, показывать, что содержание этой категории трансформируется всё время. Что касается постмодернизма, я нигде не говорю, что есть хороший, есть плохой. Я говорю, что есть постмодернизм и есть его фальшивая имитация, которую я называю псевдоморфозом. Вслед за Приквовым, кстати, говорю. Почему? Потому что я уже об этом сказал. «Постмодернизм разрушает бинарные оппозиции». То, что выдаёт себя за постмодернизм в военной культуре, использует его внешние черты. Но целью его является восстановление, создание, усиление бинарных оппозиций. Поэтому, конечно, я не согласен с теми, кто говорит, что, мол, Трамп использует стратегию постмодернизма, потому что он как раз говорит, что вся пресса, которая пишет против него, это и есть фальшивые факты. А вот он говорит чистую истинную правду, и, соответственно, с этой правдой есть доминирующая белая раса, есть Великая Америка, и есть всё такое прочее. То есть старинные, древние, куклусклановские 50-е годы оппозиции американской правой. Вот в чём здесь постмодернизм? Только в том, что он делает через Твиттер. Понимаете? Вот и всё. Спасибо, Майк. Я бы решил этот вопрос, который Дима задал, а все мы участвуем в его ответе, тем, чтобы дал определение путинизму. Может быть, это поможет. Вы помните, как нас учили в школе, те, кто такой старый, как я, должен помнить, что такое советская культура? Она национальная по форме, интернациональная по содержанию. Так вот, если взять эту формулу за образец, то можно сказать, что путинизм – это постмодернизм по форме и реваншизм по содержанию. И если мы возьмём это… Это нас помирит, потому что никто против постмодернизма здесь не возражает. Но постмодернистская тактика привела к тому, что мы живём в мире симулякров. И симулякры ведь определяются по-разному. Для меня симулякры – это копия без оригинала. И если это так, то то, что происходит сегодня в России, как и в Америке… Огромная разница между Россией и Америкой, процентная, количественная. Намного меньше и значения, и численно людей трамповцев, чем людей путинцев. И это принципиальная разница. Трамп уйдёт, а Путин никогда, потому что ещё неизвестно, кто придёт на его место. Но важно понять, что и там, и там мы имеем дело с симулякрами, с тем, чего не было. И вот Марк говорит, 50-е годы. Да не было 50-х годов, фильмы были 50-х годов. И эти фильмы 50-х годов, они создавали реальность точно такую же, как кубанские казаки. Это одного поля ягода. И что касается нынешней российской ситуации, я недавно имел возможность поговорить об этом с комаром. Вы знаете, комара Меламид, известный художник, комара, как раз, 75 лет только что исполнилось. Я вас спросил, как живёт соцсарт сегодня? Он сказал, никакого соцсарта сегодня быть не может, потому что всё соцсарт. И всё, что происходит в России, это соцсарт, потому что остались одни кавычки. Всё как бы. Одни кавычки. Ведь всё, что этот путинский разум решает, империя в кавычках, Россия в кавычках. И это тот самый символяк, который торжествовал на картинах комара Меламида. Вот Сталин и Музы, да? Но не было Сталин и Музы, невозможное сочетание. Это примерно то, что пытается построить путинизм, черносотинство и сталинизм. Ну, не сочетаются эти вещи. Они могут сочетаться только в соцсартовском исполнении. Немного сочетались. Они сочетались, как он... В 48-м 50-м. Правильно, да. Но остановить Россию одновременно царскую и сталинскую «Нельзя, надо что-нибудь одно выбирать». И точно так же это соцсартовская тактика. Создавать вещи заведомо немыслимые, но тем не менее существующие. И Комар когда-то сказал, что говорит, что такое соцсарт? Это... Вообще-то это дерьмо. Но это наше дерьмо, которое мы с собой носят. И, в общем, конечно, в этом что-то есть. И как с этим жить, как с любым симулякром? Миф нельзя уничтожить. Миф можно только... Нельзя разоблачить. Мифу можно противопоставить только другой миф. И когда я увидел, что существует картина «12 подвигов Путина», я понял, что соцсарт никуда не делся. И симулякры по-прежнему торжествуют. И есть единственный только способ противостоять им тем, что мы все здесь и делаем. Спасибо. Спасибо. Теперь вопросы, комментарии Миша Фишман первым. Можно, да, пожалуйста? Пожалуйста, пожалуйста, да. Это очень интересно и ужасно интересно слушать. Я вот изнутри эту картину пропаганды и циничного описания реальности, подверстывания наблюдаю уже много лет изнутри этой индустрии, если угодно. Она, на самом деле, политически мне представляется очень понятной. Мне понятно, как это происходит. Мне понятно, почему возникают эти симулякры, почему возникает это «как бы». Потому что где есть «как бы», там есть некое «на самом деле». вот это «на самом деле», когда мы друг друга подмигиваем и знаем, как на самом деле обстоят дела, это очень важная характеристика всего, как мне кажется, путинского режима, как мы его наблюдаем. Даже известно, с какой точки на самом деле мы это делаем. Это 2005 или 2004 год. И тоже, когда появилась суверенная демократия, вот когда, собственно, вот эти все концепции идеологические стали придумываться, я понимаю, как это происходило. Это происходило всегда, в отличие, мне кажется, в этом вы гораздо лучше понимаете про советскую реальность, чем я, но, по-моему, разница в том, что здесь всегда это была ответная реакция. Нужно было чем-то объяснить что-то, то, что мы делаем на самом деле. На самом деле Путин перестроил политический режим полностью в течение своего первого срока. Он подмял под себя парламент, он подмял под себя бизнес, он подмял под себя медиа, он подмял под себя... Все это делалось ради того, чтобы у него была просто власть. Больше ни для чего. Дальше ему надо было это как-то объяснить. И он сказал, давайте объясните мне, почему мы это делаем. Нам нужно как-то объяснить. Мы же не можем сказать, что это просто для того, чтобы я правил. Нужно это объяснять. Поэтому дальше пришел Сурков и сказал, давайте это назовем суверенной демократией и будем считать, что мы защищаемся от внешнего врага. И таким образом, а на самом деле нет, на самом деле мы не то, чтобы специально хотим ссориться с Западом, просто нам нужно что-то объяснить, что на самом деле происходит. Но мы не можем это называть своими словами, к сожалению. И так эта система развивалась, 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 в том числе, даже если угодно, тот же самый Крым, который уже был, казалось бы, уж на самом деле, ну совсем на самом деле. Уж как можно больше ломать порядок, чем аннексия Крыма. Тем не менее, делался он не для того, для чего он делался, я думаю. И реакция, которая последовала, тоже была неожиданной, потому что мы до этого жили в течение многих лет в ситуации, когда мы играли в эту виртуальную войну с Западом, которая нужна нам для того, чтобы объяснить народу что-то, что происходит на самом деле, по-другому. И думали, что мы точно так же продолжим это с Крымом, просто вдруг выяснилось, что там возник некоторый фазовый переход в отношениях с Западом, который воспринял это абсолютно всерьез. И я уверен, я абсолютно, что власть была сильно удивлена той реакцией, которую получила санкциями, выкидываниями с большой восьмеркой и так далее. Но есть что-то во всем этом, я к чему, что я до сих пор на самом деле не могу понять. Я понимаю, почему в этой системе телевидение играет гораздо большую роль, чем это было при советской власти. Почему пропаганда становится гораздо более агрессивной. Почему Останкино окружают металлическим забором, потому что это стратегический объект. Почему на самом деле, а куда деваться, если я Владимир Путин, и что мне делать, если никак я больше не могу объяснить то, что происходит, чем тем, что мне мой же телевизор предлагает. И так я начинаю верить своему собственному телевидению. Но есть что-то, во что я не понимаю. В любой непонятной ситуации, обращаясь к Людмитриевичу Гудкову, как известно, поэтому я хочу спросить. Потому что я... Вот один из последних опросов. Дело с Крепалей. Вы все наблюдали за этой мыльной оперой с появлением Петрова и Баширова, когда они вышли и дали интервью. Казалось бы, если еще кто-то сомневался в том, кто на самом деле пытался отравить с Кипалей, то после этого интервью таких людей больше не может быть, потому что мы все увидели. То есть, казалось бы, какие еще доказательства нужны? Я сам знаю людей, которые до этого сомневались, после посмотрели и перестали. Все стало на свои места, все стало окончательно понятно. Тем не менее, в вопросе Левада-центра, буквально это было недавно, несколько недель назад, 3% населения считают, что за отравлением Скрипалей стоят российские власти. 3% — это даже не те 6%, которые Лев Дмитриевич называл вчера, которые читают вот эту независимую прессу. Это 3%. Остальные считают, что это либо британцы сами, либо черт его знает, кто, пойди разбери, не поймешь. Слишком все сложно. Да, ну все, непонятно, что случилось. И это на самом деле для меня это загадка, я не могу этого понять. Это нечто большее. Там что-то есть, что мы не понимаем, по крайней мере, из этих цифр про устройство этой нынешней пропаганды, того цинизма, строительства симулякров, которые мы обсуждаем сегодня в течение дня. Поэтому я бы этим вопросом, собственно, с вами небольшой комментарий закончил. Спасибо, Михаил. Саша, кажется, хочешь что-то... Я хочу два слова сказать. Да, пожалуйста. Почему так происходит? Именно потому, о чем мы только что говорили. Потому что, да, может быть, отравила постсоветская власть, Путин, может быть, отравил, но, может быть, и не Путин. И в этом подвешенном состоянии существует вся пресса. Знаете, в связи с Трампом были такие исследования. Как может быть такое, что Трамп говорит вещи, которые прямо противоречат действительности? Это не просто там концептуальная действительность, а факты. Ну, например, он говорит, что за него голосовало больше людей, чем за Хилари Клинтон. Все знают, что это не так. Существуют данные, на 3 миллиона больше голосовали за Хилари. Как же сторонники Трампа живут с этой правдой? И вдруг выяснилось, были большие опросы. Больше тысячи человек в разных штатах опрашивали трампистов, которые объясняли, как они делаются. Дело не в том, что это правда. Дело в том, что правдоподобно. Конечно, Скрипалей могли отравить путинские агенты. Но могли и не путинские. Может быть, это сами англичане отравили, чтобы свалить все на Путина. Это правдоподобно. Между правдой и правдоподобием лежит вот та самая пропасть, куда и попадает альтернативный факт. Почему Трамп сказал, что за него пришли на его инаугурацию больше людей, чем на любую инаугурацию другую? Известно, что это не так. Как отвечает на этот вопрос человек, который верит Трампу? Он говорит, да, наверное, так оно и было. Но если бы была хорошая погода, то к Трампу пришло бы гораздо больше людей, чем пришло к нему на самом деле. И это правдоподобие, оно легко и просто убирает разницу между фактом и альтернативным фактом. И когда мы говорим, что как можно такое по телевизору показывать, мне кажется, вы еще одну вещь пускаете. Вы забывайте о факторе двоечников. Они все двоечники. Все, что делается в России, делается двоечниками, людьми, которые не представляют себе ни последствий своих поступков. Они плохо учились. И поэтому все, что это делается, делается против них. Но кто больше патриот? Те, которые сидят здесь и говорят о России, или человек, который окружил всю свою страну кольцом врагов? Я считаю, что мы все гораздо больше патриотов, чем Путин. Он думает наоборот. Спасибо. Лев Гудков, пожалуйста. А можно он сначала, Маркс, а после патриотов, Лев? Нет, я просто шутил. Пожалуйста. Мне нечего сказать. У меня два возражения. То есть, два замечания на выступление Геннесса и комментарии к Марку. Ну, первое. Во-первых, сводить все только к особенностям советского времени, как вот некоторые конструкции Альцоп, это не совсем правильно, потому что, вообще говоря, ну, просто я приведу такую очень известную в свое время работу вне Акантианца Ханса Фахингера «Философия Альцоп». Вот такой вот кирпич одного из первых, который, вообще говоря, выдвинул идею значимости метафоры в научном и философском объяснении, как механизмы смысла образования. То есть, что за этим стоит? За этим стоит обозначение границ значимости тех или иных смыслов. То, что обозначается рамкой кондициональности, условности. В комиксах это обычно контуром таким обозначается. Или рамкой, картиной, то, что разбирали Акантианцы очень часто, Зимель там и прочее. Поэтому встает очень серьезный вопрос именно о границах значимости тех или иных значений. Совсем не обязательно, вообще говоря, принимать тезис о правдоподобности как единственном критерии смысла утверждения или высказывания или прочее. Конечно, в пропаганде мы рассматривать пропаганду без структуры двоемыслия, без идеи игры нельзя. Потому что, ну, конечно, я могу привести массу примеров такого двоемыслия. Ну, просто одно из таких самых замечательных. Я еще студентам в Киме слышал такую реплику работяги, когда великий писатель земли русской Леонид Иллионов, тогда депутат Верховного Совета, взял и в Киме с пристани угнал для своих целей пароход, который, вообще говоря, обеспечивался сообщением. Был такой большой крик, шум, и начальник порт там бегал, объяснял все. И работяк говорит, лучшая работа у замполита, хайло закрыл и рабочее место убрано. Вот это отношение, границы условностей и прочее. Ну, и мы масса таких вещей знаем, каждый против, все за, они делают вид, что нам платят, мы делаем вид, что работаем и так далее. Иначе говоря, пропаганда это вовсе не утверждение истинности или неистинности тех или иных тезисов. Это некоторые формы интеграции, включения в значимость тех или иных сюжетов, положений и прочее. Вы употребили слово ритуал. Это очень важное слово из данного случая. Ритуал совсем не обязательно связан с утверждением истинности или ложности и прочее. Это механизм интеграции. И эффект пропаганды очень часто заключается в том, что за ним не просто мнение большинства, а как правило большинства авторитетности канала и прочее. Но за ним и есть некоторые претензии на этическую, моральную или ценностную позицию. Мнение от патриотического большинства, мнение от безопасности и прочее. Принимается это или нет, это совершенно не важно. Важно, что люди включаются в эти отношения. и это самое главное в действенности. Если мы говорим о действенности и эффективности пропаганды. То есть о выходе в социальную систему взаимоотношений, которая гораздо сложнее и интереснее, чем просто правда, ложь, симулякры не симулякры. Теперь Марко. Спасибо. за тему. Мне очень понравился ваш доклад. Действительно, он мне напомнил мое выпускное сочинение в школе, которое я писал Чичиков и Остап Бендер. Правильно. Правильно. И в этом смысле я хочу первый вопрос сказать, а почему это нельзя распространить на дореволюционную? Не только связать идеи Трикстера, а с революционной. Чичикова я уже назвал, но можно еще Иудушка, Головлев, Фома, Пискин, масса других персонажей. И в этом смысле мы получаем тогда, если мы расширим это, то мы получаем фигуру, ключевую фигуру, я здесь совершенно в русле вашего доклада, мне кажется, это очень важно и очень интересно, фигуру Трикстера как не просто плута или посредника между различными закрытыми сферами, сословиями, группами, переходника через разные табуи, через разные социальные барьеры, но фигуру, ключевую фигуру догоняющей модернизации, страны, догоняющей модернизации, испытывающей травму, незавершенной модернизации и так далее. Это, мне кажется, любопытно. И в этом смысле я бы сказал, что зря вы отказываетесь от понятия плут или шельмы, потому что Трикстер это не просто посредник и не просто медиатор, но Трикстер, если говорить исходя из конструкции антропологической этой конструкции, это же ведь еще и тот, кто создает миф, кто приносит ключевое изобретение, огонь, зерно и так далее. И в этом смысле он устанавливает некоторый ритуал или институт, а плут как раз посредник в этом смысле. И тогда мы имеем дело не просто с фигурой, но и целой культурой, плутовской культурой, которая действительно развивается в анекдот стеб и так далее. соответственно фигуры здесь я могу вам еще добавить целый ряд шевкунов, который начинал как хипарь и прочее. Или там кто еще? Вигелианский, пожалуйста, я его знал как заведующая отдела писем в огоньке и поэта. Вначале он был отделом писем, я с ним работал. А теперь стал идеологом и рпц и прочее. Поэтому это интересная вещь, когда создается для закрытого иерархического общества или претендующего на закрытость. Возникает эта форма опосредования и в том числе цинической игры с идеологемами, с барьерами, переходами и прочее. Мальчик в обраге нашел пулемет, больше в деревне никто не живет. по отношению к партизанской этой самой. Мне кажется, это очень продуктивная идея, то, что вы сказали, очень интересная. Пожалуйста. А я сейчас или отвечаю? Я не понял, Дим, главный человек ушел. Я не понимаю, сначала вопрос, потом ответ или сначала ответ на то, что было? Задавайте, задавайте. Ладно. Русская интеллигенция не может без жесткого организующего начала. Понимаете, сначала у человека отойти и сразу начинается бардек. Вот. Значит, знаете, у меня сначала комментарий по поводу того, что изговорилось. Во-первых, огромное спасибо. Это было ужасно интересно, все три доклада. Но вот смотрите, я хочу на одну вещь обратить внимание, связанную в том числе со скрипалями. Вот, когда человека спрашивают о чем-то, кто отравил скрипалей, например, были ли российские войска в Крыму при аннексии Крыма и так далее, то он отвечает не только на этот вопрос. Он отвечает сразу на много вопросов. Знаете, вот, кто отравил скрипалей? Значит, это вот один вопрос, кто отравил скрипалей. Второй вопрос, как к нам относится Англия? Англичанка гадит уже который век или нет? Третий вопрос, кто круче, Путин или вот эти все на Западе? И так, вот этих вопросов десятки. Этих вопросов десятки. И поэтому человек отвечает на разное. И мы не всегда знаем, когда он на что отвечает. Понимаете? И когда Лев Дмитриевич и его коллеги спрашивают, кто отравил скрипалей, то им отвечают, мне кажется, на другой вопрос. Им говорят, а наши все равно круче. И 97% говорят, да, наши круче. Вот. А как сказать это? А сказать, а я не верю, что отравили наши. Это вот ответ такой, понимаете? Мы всегда отвечаем на много вопросов. И это важно потому, что мы всегда отвечая на вопрос, мы отвечаем в соответствии со своей identity, кто мы, и в соответствии с тем, кто тот, кто нас спрашивает. Это же на самом деле очень важно. Ну, например, я помню в самом начале перестройки, когда только начались эти все тусовки на улицах, как-то так получилось, что к нам приехали какие-то поляки в гостях у нас были. И вот мы, значит, с этим поляком пошли на Пушкинскую площадь. Я вам, значит, показываю. И там какая-то идет спор, и как-то вот меня что-то спросили, а он понимал русский, но не очень хорошо, и стоял с таким, знаете, напряженным лицом, ну, вот как когда ты, ну, как я, например, когда слушаю английскую речь, да, вот мне понять не упустить, что там было сказано. Это видно, это видно, это опознается. Вот, и вдруг меня мужик спрашивает, а он что, иностранец? Я говорю, иностранец? Откуда? Я говорю, из Польши. Не, ну, из Польши, конечно, ничего, но вообще это неправильно. Зря ты его сюда привел. Вот зря ты его сюда привел, понимаете? Если бы он знал, что этот мужик иностранец, который со мной пришел, поляк этот, да, то он бы так не говорил, он бы говорил иначе, потому что вот неправильно говорить с иностранцем. Я помню, когда я первый раз услышал ту песню про Егора Петровича Мальцева, который умирает от диабета и потом излечивается, чтобы, значит, не позорить родимую печать, то соседка моя, мы жили в коммуналке, значит, моя соседка очень милая, интеллигентная женщина, а там, помните, слова, которые по-разному исполнялись в Большом Красивом Зале резонам вопреки или в Большом Колонном Зале резонам вопреки. И вот мы слышали вот в Большом Колонном Зале резонам вопреки, она говорит, что же это он себе позволяет-то? В колонном-то зале понятно, кого хоронят? Вот это как-то нехорошо, это какой-то перебор, да? Вообще она очень смеялась, вообще ей очень понравилась, очень понравилась эта песня, вот, но это вот, вот это, вот это перебор. Поэтому, мне кажется, мы недооцениваем сложности, мы недооцениваем сложности. Ведь когда мы говорим, что нам нравится человек, вот, одобряется ли вы Путина? Черт, там же столько слоев, знаете, когда я говорю, что я ее люблю, это что значит, что я ее никогда не ненавижу? Да ну что? И компонентом любви являются ненависть, а альтернатива и равнодушие. Вот, то есть, это все, это все очень перепутано, и нельзя брать вот так вот в лоб, мне кажется. Вот, это первое. это, собственно говоря, порождено, между вашим вопросом, кто отравил Скрипаля. Нет, не наши, нет, не наши, потому что наш круче, наш круче, вот и все. И когда, между прочим, Путин говорил, что наших войск нету, не было в Крыму, помните, он же это говорил двадцать раз, ведь он же, он что, он хотел нас обмануть? Нет, нет, конечно, ну что вы, он же нам подмигивал, он же нам подмигивал, он говорит, ну, мы-то с вами понимаем, все, да, это я для них говорю, вот для этих кретинов на Западе, да, я для них это говорю, да, и я понимаю, что он не меня обманывает, а их обманывает, поэтому я поддерживаю, поэтому, когда Олег Дмитриевич меня спросит, были ли наши войска в Крыму, я скажу, конечно, нет, конечно, нет, вот, и поэтому, когда Путин через месяц или полтора сказал, ну, ясное дело, там были наши войска, никто же не возмутился, что ж ты сукин сын нам врал, потому что он нам не врал, он нам говорил правду, понимаете, он нам говорил правду, вот, это вот, ну, просто такая более какая-то сложная конструкция, да, и я хотел сказать еще про иронию, одну вещь, которая, кстати, была вынесена в заглавие, да, кроме тех вещей замечательных, которые здесь говорились, и которые, ну, для меня были совершенно неочевидны, и просто очень интересно, действительно, и познавательно, скажем так, вот, я хочу обратить внимание еще на одну вещь, связанную с иронией, когда мы иронизируем, уже относительно нашей, так сказать, публичной функции, да, когда мы даем иронический текст, то мы пробиваем сопротивление, понимаете, это как смазка, которая позволяет вот впихнуть там чего-то, понимаете, вот так оно не впихнется, а вот так оно впихнется, если там, вот, знаете, я вот с этим сталкивался неоднократно, вот попробуйте, ну, самая, пожалуй, тяжелая вещь, в нашей такой, ну, идеологической, что ли, идеологической нашей противостоянии, это Крым, вот, вот, вот Крым наш, Крым наш, незаконно, как сказал один человек, вполне достойный во всех остальных вещах, это было незаконно, но это было справедливо, понимаете, да, конечно, незаконно, но справедливо, ну, и так далее, да, так вот, когда вы скажете, и когда я там многократно говорю, что Крым украинский, аннексия Крыма, преступления там, и так далее, вот, по двое аудитории конечно дикое сопротивление но когда я однажды написал текстик про то что я знаю как решится проблема Крыма что китайцы сделают подводное землетрясение пойдет цунами, Крым утонет останется только кусочек Ай-Петри, мы согласимся чтобы там висел флаг ООН хотя это конечно наша земля но мы согласимся, в силу наш мир, любую политики и проблема будет решена а потом китайцы сделают, когда все станет уже китайцам, они сделают еще одно землетрясение Крым поднимется и все памятники крымской архитектуры станут снова доступны трудящимся и все будет хорошо там было дикое количество лайков и не было протеста вообще очень важно смотреть не только по посещаемости текста, числу прочтения и прочего но и на отзывы например, когда помните у нас была дырка в космическом корабле которую, как сказал наш замечательный современник Дмитрий Олегович Рогозин прокрутили американцы изнутри потому что они хотели быстрее вернуться домой и ничего я написал текст про то, что я по этому поводу думаю а потом написал еще один текст про то, что я знаю, как это было там просто не было там не было иконы там рядом с иконой не висел портрет Путина и поэтому его прислали грузовым кораблем его стали туда ввинчивать руки дрожали потому что, а у кого бы не дрожали это все-таки очень ответственная вещь и поэтому получилась дырка поэтому получилась дырка вообще-то портрет был мы его сняли за 5 секунд до вылета до этого старта по приказу Порошенко ну и так далее вот это вот все так вот этот текст не только набрал какое-то дикое количество просмотров там не было руганий в ответ знаете ну у меня всегда ругань в ответ естественно, да ну потому что что себе позволяют а вот тут не было руганий в ответ потому что, понимаете когда мы стебемся мы расширяем аудиторию мы расширяем аудиторию люди хотят смеяться люди хотят смеяться и в этом смысле вот эти вот иронические тексты ироническая подача огромная совершенно вещь вот ну а наконец все-таки надо же иметь совесть задать вопрос я вот задаю вопрос Генису значит хотя, Саша, я хочу вам сказать что вы пишете не только и говорите не только для тех трех сестер в городе Мухасранске вот вы говорите и для меня вот я точно вроде бы не подхожу она из этих сестер что? значит, вы одна из этих сестер по-видимому, да по-видимому, да Москва, тот самый Мухасранск вот наверное, да но в общем, на самом деле вы говорите и для меня и для меня тоже важно понимаете при том, что вроде бы я не обделен коммуникацией но для меня тоже важно слышать людей своей кровью не преуменьшается свою аудиторию а вопрос у меня к вам сугубо такой конкретный частный вы сказали, что с появлением российского телевидения здесь появилось больше вот этих вот запутинцев среди русской части Соединенных Штатов Америки я совершенно не понимаю механизма честно говоря как это получается все, спасибо механизм по-моему очень простой потому что телевизор это доступно и понятно и вы очень правильно сказали что когда вы задаете вопрос то на него получаете совершенно другой ответ вы задаете один вопрос а люди слышат совершенно другое это имеет отношение к русскому телевидению тоже знаете когда была война дело в том что когда живешь в Америке то видишь что наши проблемы не уникальны русские в общем все таки все мы живем на одной земле когда была первая иракская война вторая иракская война когда младший Буш младший начал войну с Ираком то все говорили ну а вообще почему начали войну с Ираком когда Хусейн не имеет никакого отношения к 11 сентября и все говорили что ну да не имеет но хотел бы Вот это хотел бы, это заменяет все ответы на все вопросы, так же, как и со Скрипалем. Конечно, ну, может, мы и отравили, но англичане хотели бы такое сделать. Это же сослагательное наклонение решает все на свете и покрывает все как цветы могилу. А что касается наших эмигрантов, то русское телевидение сыграло очень интересную роль. Дело в том, что все уезжали антикоммунистами, но когда коммунизм пал, то оказалось, что вместе с коммунизмом пала и империя. И зло стало чисто территориально меньше. Но поскольку это зло было и внутри нас, то нас тоже стало меньше. И я это видел по своему отцу, который всю жизнь меня воспитывал стойким антисоветчиком. И когда начала падать эта империя, он почувствовал, что всю жизнь он сопротивлялся идолу, а идол оказался на глиняных ногах. То есть его жизнь стала меньше от того, что стала меньше империя зла. И это характерно для очень многих в эмиграции, потому что, вы знаете, зло ведь, когда оно грандиозное зло, то это трагедия. А когда это зло становится смешным, то это вот трикстеры. Это вместо Сталина появляется Сталин с музами. И русская телевидение поддерживает вот это отношение. Да, конечно, Советская империя, империя зла. Но она все-таки была большая империя зла. Вы знаете, у меня был такой случай. У меня коллеги из «Новой газеты» попросили написать. Вы помните, шпионов выслали из Америки, советских шпионов поймали и выслали. И я имел глупость написать об этом и сказать, что Аксенов, он хотел написать роман Аксенов о том, как живут перебежчики из КГБ в Америке. И он занимался этой темой. И сказал, что самая большая проблема была в том, что они не умели позвонить по автомату, чтобы сдаться. Потому что они не знали, как пользоваться американским телефоном автоматом. И я имел глупость это написать. Вы не представляете, как на меня обиделись в «Новой газете». Это же оппозиционная газета. Они готовы признать, что КГБ зло, но хотя бы грозное зло. А тут показывают скрипалей, понимаете? Какие же они грозные? Они же придурки. И это оскорбляет человека, который прожил в Советском Союзе значительную часть своей жизни. Петрова и Баширова не оскорбляют, потому что оскорбляют людей, которые смеются над этим. Потому что они смеются над своим прошлым. И это очень характерно, что люди, которые смотрят этот телевизор на Брайтон-Бич, скажем, они очень избирательно его смотрят. Дело же не в том, что они верят всему, что сказал Путин. Они верят всему, что показывают в сериалах. А Путин – это как бы подложка, это все это дело. Это обои, на фоне которых разыгрывается драма массовой культуры. Это, по-моему, и объясняет то, что они голосуют не только за Путина, но и за Трампа. – Это, конечно, правда, сериал. У меня был конфликт, когда я сказал, что судя того, как прокалываются наши шпионы, они даже детективы не читают. И тоже там, вот там, вот это, помните, это Квитанция за такси, там, ну, ну, вообще, бред собачий. Значит, ведущий несколько растерялся, потом был перерыв на рекламу, там вся эта команда подумала. Вот, и, значит, когда они вернулись, он сказал, вот тут некоторые позволяют себе, вот, я вам сейчас покажу, я вам сейчас покажу, что такое на самом деле наша разведка. Вот, что это такое, сейчас я вам покажу. Там, значит, огромный экран такой, вот, и на экране появляется красивый Штирлиц. Вот, который там что-то такое делает, и вот сразу видно, что вот он не такой, как эти дегенерации. Вот, совершенно, он такие ошибки сделать не мог. Они показывают кино, как доказательство реальности, понимаете? Вот это есть симулякер. Да, да, они перестали понимать разницу. Они перестали, не то, что мы, они уже перестали понимать разницу. Потому что в качестве доказательства, качества российской разведки показать Штирлица, ну, это же просто полный же бред, правда? Ну, ничего. Если можно, я отвечу просто на вопрос, на комментарий. Лев Дмитриевич, спасибо большое, мне очень важно, что вам нравится то, что я говорил. На счет дегенерации Трикстера, ну, безусловно, конечно, есть эта фигура и довольно большая история. Есть исследование, начинается с 18 века, начинается там с Щукова, потом нареженный русский Жильблас, и вплоть к... А дальше происходит интересная вещь. Ну, мы все знаем, как бы, про Пикаро, про плутовской роман, который появляется в 16 веке, становится одним из главных жанров модерности, и что плут становится, в общем, первым человеком модерности, да, человек без сословия, человек дороги и так далее. Вот в этих ранних русских текстах про плутов это все сохраняется, и они во многом зависимы от западных текстов, не случайно русский Жильблас, так сказать, прямая связь. Но когда в дело включаются, допустим, Гоголь и создает свою серию плутов от Хлестакова до Чичикова, которые вы упомянули, а когда особенно появляется Достоевский с его колоссальной вообще галереей плутов, конечно, от Фомы Апискина, но вплоть до Федора Павловича Кармазова, тоже, в общем, или Смирдякова, и Петрушу Верховенского. Вот тут происходит странный сдвиг, вот этот плут перестает быть симпатичным персонажем, он воспринимается как абсолютный негодяй, ну, как пишет Гоголь, так припрыжом же под лица. И эта ситуация сохраняется, как это ни странно, вплоть до советской власти. Как только приходит советская власть, Трикстер становится народным героем. Вот, и вот этот поворот меня как раз и интересует. Хотя, конечно, вопрос в том, почему плут демонизируется, как бы, в позднем, ну, более поздней литературе 19 века, это как раз, я думаю, подтверждает вашу теорию догоняющей модерности. Догоняющая модерность отталкивается от этого, слишком резвого Фигаро или слишком резвого Растиньяка, да. Вот, а что касается плут или Трикстера, мне просто кажется, что описать того же, там, Остапа Бендера или Венечку, или же, да, там, Горинского Мюнхгаузена, просто как плута, это сужает, это одна из функций. Там много других функций, и я совершенно согласен с антропологической иноприентацией Трикстера как двойник культурного героя, Трикстер как персонаж, который создает свой параллельный мир. Я, собственно, ее и пытаюсь развивать. Спасибо большое. Вы сказали, почему народным героем становится Трикстер. По этому поводу есть очень интересное свидетельство Набокова. Набокова попросили составить антологию советской литературы. Вы помните эту историю? И он сказал, что в Советском Союзе, когда опустился не только железный, но и плюшевый занавес пошлости, единственный положительный герой может быть только жулик, потому что другого выбора нет. И поэтому Австап Пендер ему очень нравился, потому что это была единственная возможность создать позитивный персонаж. Все остальное это был Павка Корчаги. Нам нужно уже закругляться, поэтому, Илья, пожалуйста, ваш вопрос, и потом мы привьемся на ланч. Хорошо? Я еще пару слов скажу. Мне хотелось бы адресоваться к Мише быстренько, и затем мы закругляемся. Пожалуйста. Я постараюсь очень коротко. Вопрос к Марку Липовецкому. Вот мы установили, что не только политики типа Путина и Трампа, но вообще общественные деятели, получается, им выгодно быть трикстерами. Мы будем теперь все время жить в эпоху, когда общественные опининмейкеры, политики будут трикстерами? Или есть ситуация, когда им это будет невыгодно? Вот интересно, когда невыгодно. И два коротких комментария про соцопросы. Мне кажется, последние выборы во всех странах, референдумы, Brexit, в России выборы по Трампу, показали, что большая часть людей воспринимают, тех, кто проводит соцопросы, или с опаской, или враждебно. Вот это вообще потрясающе феномен, и интересно, почему это происходит. Такое глубочайшее недоверие вообще, потому что это какая-то отличительная черта нашего времени. Второй комментарий насчет вчерашней сессии, мне просто очень важно это сказать. Мне печально, что если кто-то воспринял наше обсуждение Чулпан-Хаматовой как призыв к ненависти к ней, это совершенно не так. У нас была тема, что обсудить границы компромисса, я пытался лишь сухо, как аналитик, сказать, что есть такие дебаты по поводу теории малых дел, это лишь как пример. По ней есть конкретные просто сухие факты, там она доверенное лицо, там и так далее. Ну и есть разные мнения. Когда меня спросили лично, что я думаю, ну я сказал. Но так, в принципе, я не призываю ни к какой ненависти ни к ней, ни к фонду, ни к Путину, вообще никому. Я призываю лишь к критическому отношению, как раз к фактам. Можно иметь разные мнения. И я призываю к политике сдерживания и к тому, чтобы противостоять дезинформации, которая в том числе от этих теорий малых дел, пропутинских, она переходит на запад. А так, я ни к чему эмоциональному ни в коем случае не призывал. Спасибо, Илья. Одно замечание и вопрос к Мишу. Марк, вы сказали, что разница между мной и двами в том, что для меня одно дело культура, а другое дело воплощенный материальный мир, реальность, как вы сказали. Это не так. В той парадигме, в тех терминах, в которых я работаю, прагматизма, философии Джона Дюи, Чарльза Пирса, нет реальности материальной воплощенной, которая бы так или иначе не несла на себе печать культуры. И нет культуры, которая так или иначе не имела какой-то материальный субстрат, даже субстрат звуковой, разговорный или еще какой-то. В этом смысле дихотомии тут нет и быть не может. В этом смысле прагматисты как раз начинали как гигельянцы, для которых все разумное действительно, все действительно разумно. В одной из нескольких возможных интерпретаций как раз имеется в виду, что все реальное так или иначе, действительно несет на себе печать разума, несет на себя печать действия. Посмотрите вот на эту комнату. Это материальный мир, да, вот это компьютер, это стол, да, тело. Но нет ничего здесь, чтобы так или иначе не носила печать человеческого присутствия, обработки форм. Ну нет, вы поднимаетесь на самолете, смотрите вниз, казалось бы, земля, да, материальная вещь. А всюду поля, корабли, энергетические, загрязнение среди, всюду печать нашего культурного присутствия или некультурного присутствия, да. В этом смысле дихотомия здесь, пожалуй, неправильно. Вместе с тем имеет смысл, как мне кажется, разводить символическую, логическую, дискурсивную сторону культуры реальности, поведенческую, перформативную. В этом смысле я как раз говорил о перформативной, перформативной, перформативную противоречию, performative contradiction. Когда я рассказывал в прошлый раз, почему блестящий юрист вроде Алана Дершовитса, с которым я согласен по существу, на который что-то мне не нравилось. Так потом я понял, что он говорит о свободе слова и постоянно обрывает любого человека, который ему возражает. Не дает закончить, смеется над ним. То есть можно утверждать в теории, в дискуссивном плане, да, а телесно, материально, в поведенческой полностью, ну не полностью, но как-то превращает. Вот в этом меня интересовало. К Мише такой вопрос. Ирония, самоирония, да, это действительно очень важная часть интеллигентности, часть, так сказать, pierce your own bubble, как-то самому себе, так сказать, противоречит, да, в отличие от иронии, сарказма, которая направлена против всех и вся, да. И вот где эта грань, или как вы видите, вот это deconstructive engagement, где важно указать, что нет ничего реального, все это тотализующий дискурс, и над всем нужно как-то смеяться, отстраняться. И где это constructive engagement, когда действительно вы можете быть интеллигентным и ироничным, и в то же время жизнеутверждающим, в то же время конструктивным. Да, вот как эта программа могла бы осуществляться? Вы немножко об этом пишете, но, может быть, что-то еще скажете сейчас в своих словах. Знаете, ирония – это понятие многослойное, поскольку ирония может быть обращена и против самой иронии. И когда человек заигрывается с иронией, это производит такое же впечатление жуткой застывшей маски. Об этом, кстати, Блок, по-моему, писал, да, как ирония. Достаточно ирония. А может, кто-то без иронии сумеет, да, он написал? Да, да, что ирония, вот декадентство Серебряного века часто превращается в маску. И вот есть такое состояние, которое, наверное, лучше всего и понятнее всего описал Венедикт Ерофеев в «Москве в петушках», которое можно обозначить и как надирония, противоирония. Это когда, ну вот, например, он говорит, вот у меня это красное, значит, Портвейн, Зарубь, там, 17. А для чего оно мне нужно? Оно мне совсем не нужно, но оно мне желанно. И тут Господь является ему в молниях, он говорит, а для чего Терезе Святой стигматы? Они ведь ей тоже не нужны, а они ей желанны. Вот что это, ирония или это уже некая противоирония, какой-то уровень, когда два зеркала начинают бесконечно играть? Над кем здесь ирония? Над Святой Терезой, что она, так сказать, как алкоголик? Или над алкоголиком, для которого, действительно, для Венедички Ерофеева, каким он выступает в этой книге, ирония, его, так сказать, алкоголизм – это своего рода жертва. Он не любит, как бы, пить, но он несет эту жертву, и жертву своим страстям, и все это повисает в некой такой вот блаженной паузе. Я считаю, что если ты не достиг состояния вот этой блаженной паузы, когда за иронией открывается еще некое пространство бесконечного движения новых смыслов, не возвращение к убогой, так сказать, реальности, которую ирония, так сказать, отрицает и осмеивает, но и не застывание в этой иронии, а движение, 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 когда вот, да, вот и Святая Тереза, и я Венечка, и мы где-то встречаемся в каком-то пространстве. Вот я считаю это пространством подлинной интеллигенции. Всем огромное спасибо, что вы пришли. А, прошу прощения, Павел, а Литвина еще хочешь? Я не хочу конкурировать с ланчем. У нас время достаточно свободное, регламент не жесткий, поэтому если что-то еще важное, что мне сказать, пожалуйста. Я поэтому скажу очень коротко, и, наверное, потом вернусь еще к этим вопросам, когда это будет продолжаться, и что-то, может быть, даже и необязательно, поэтому я не буду не отвечать ни Саше, ни Марку, ни Мишу конкретно, хотя собирался, просто не как неуважение, а просто несколько общих замечаний в общем, в общем замечаний. Вот, интересно просто как наметить некоторые вещи, некоторые вещи того, что я услышал, потому что я не так часто принимаю участие, много лет не принял участие в такого рода заседаниях. Вот, поэтому очень все любопытно и забавно, и интересно заставляет. Но вот мне хочется тут же возразить по нескольким вопросам. Во-первых, ничего нового я не заметил, в каком смысле нового не заметил? Потому что мы здесь все немножко, ну, за некоторыми приятными исключениями, так сказать, люди старшего поколения, я, может быть, даже самый старый здесь, может, нет. Вот, и мне помнится очень много разговоров в моей молодости с замечательными людьми, с которыми я дружил, с такими людьми, как Боря Шрагин, как Юра Глазов и многие другие, и все очень похоже. Мы говорим об одном и том же, и мы говорим о тех же явлениях. Мне не кажется... Может, на другом языке как бы, да? На другом языке, а в другой... Одна держит тематик. Да, да, конечно, на другом языке. И очень важно, что мы говорим. Но интересно, что вопрос об иронии стоял и в советское время, я очень хорошо его помню. И было понятие, которое почти вечеринно не употреблялось сегодняшнее, ни вчера, ни сегодня, слово анекдот. Мы же все разговаривали с анекдотами. Я был большим анекдотчиком. Я помнил тысячу анекдот, смог по любому поводу рассказать анекдот. И он всегда был к месту, и он чего-то решал. И все смеялись, и понимали, и шли. Кто-то рассказал следующий анекдот, и все темы обсуждались. Потому что это был способ общения, способ коммуникации. Но вообще анекдот был формой искусства. И масса вопросов, которые необходимо обсудить, необходимо понять, они идут через искусство. Вот вчера Тимур замечательно показал, как какую-то простую, но важную вещь. Вот можно пересказать. Все поняли, все засмеялись. И никто, кроме искусства, и Тимура в данном случае не мог бы это рассказать. Я ее, кажется, перескажу неправильно, но, как он сказал про 50 человек, 50 поколений, или 50 человек должны, когда Моисей выводил из пустыни, что нужно было бы, чтобы вымерли все, кто проголосовали за Путина. Ну, условно говоря, так и... Вот именно, совершенно замечательный поворот, все ясно, и никаким другим способом никакая наука, никакой постмодернизм не может обсудить и доказать вот это очень глубокое замечание, так сказать, как вот... Чем эта песня... Что эта песня сделала. И это искусство. Здесь у нас сидят замечательные писатели, редакторы, исполнители, показывающие, что происходит. Через искусство что-то приходит, и через искусство происходит современность. Но одна тема совершенно не замечена, что искусство идет в той же форме. Авторская песня, литература, толстые журналы. А современный мир, например, в Америке, в которой я живу, он приходит не только и не столько. Толстый журнал вообще здесь нет практически, ну, вот в журналах какие-то... Есть, конечно, но совершенно не в той функции и нигде. А есть что? Есть сериалы. И сериалы совершенно потрясающие, некоторые из них. Никто... Вот я не замечаю, вот я читаю там журнал какой-нибудь... Там «Звезда» или «Новый мир» или «Урал» и так далее. Практически не обсуждается, нету связи между тем, как воспринимают люди современную реальность через искусство, вот в том, что оно воспринимается сегодня через телевизор, через сериалы, через компьютеры, через Фейсбук. Вот этого почти... Здесь просто не упоминалось даже. Вот Миша Эпштейн в одну... Один раз что-то такое упомянул. А ведь я приезжаю в Москву, я уж не говорю о своих американских студентах, которых там тысячи прошли через меня, но я приезжаю в Москву, встречаю молодых людей, там, 20-летних, и они смотрят те же сериалы, и они обсуждают их. И у них восприятие совершенно иное. Поэтому, если мы будем говорить только в том виде, в котором мы говорили всегда, и как мы привыкли, и как я вырос, я тоже привычно открываю толстый журнал, и могу читать о постмодернизме, который я все равно не понимаю, что это значит. На это уже другой вопрос. Вот. То мы вымрем, а кто будет дальше? У них будет совершенно другая жизнь. А конкретно надо понимать, что происходит. Вот упоминали эту саму Харари, который пытается интегрировать искусственный интеллект в современной жизни, с тем, что происходит. У нас почти этого нет, почти нет интереса. У нас почти не обсуждается проблема эволюции и того, что происходили, интеграция науки и культуры. Мне кажется, что отсутствие вот этих вопросов, а привычные гуманитарные или литературные, или культурные пути у нас остаются старыми. Вот это, мне кажется, более важным, чем то, что находить различия в том, как народ воспринимает Путина, чем это отличается от восприятия Сталина. Мне кажется, что это все было одинаковое. И все эти вещи были... Я просто намечаю темы, не хочу их развивать и не хочу слышно говорить, хотя уже говорю дольше, чем собирался. Мне кажется, интересно было бы наметь эту тему. И последняя тема, и может быть, самое главное, о том, что все равно остается понятие правды и нету альтернативных фактов. Это все лжецы, лжецы, которые были в советское время, такие же, как сегодняшние лжецы, американские или путинские. Они ничем не отличаются. Они прохвосты, талантливы, которые находят пути, как им обмануть население через телевизор или каким другим способом. Поэтому это не то, что это интересно, это забавно, говорить о том, как они говорят, но иронии, которые они используют, нам нужна ирония. Мы без иронии не можем. Начиная с Сократа, она была. Для чего она нам нужна? Для того, чтобы, как эти триксеры, чтобы нам смеяться, чтобы нам был выход и чтобы нам была возможность понять, а не для того, чтобы спрятаться от нее. Конечно, прячутся в иронии, как прятались в анекдоты, просто от отчаяния. Но, в общем-то, ирония хорошая вещь. Мы через нее понимаем истину. Вот один из лучших, я уж не буду цитаты искать, иронист, американец-сатирик, такой Дэвид Боровиц в Нью-Йоркере, он практически повторяет то, что говорит Трамп. С одним, одно слово меняется, каждый день почти. И все безумно смеются. Одно слово только применить. У меня даже были примеры, но я уже не буду сейчас их искать. Павел, мы говорим все время об одном, потому что история в России не развивается, а длится. У меня такое ощущение, что я уже по третьему кругу все это слышу. И все мы второгодники. Да, да, да. И последнее, что я скажу, что понятие «правда» все равно осталось. Вот я очень рад, что Шурене Гозман об этом напоминает, что есть вот простые вещи. Нам нужен независимый суд, нам нужна свобода слова, и нам нужно говорить правду. И это все равно остается центральным, понять про человека. И об этом надо чаще говорить и больше говорить, и без этого у нас ничего не изменится. Все, спасибо. Спасибо Павлу Витвинову. Очень быстрый комментарий по поводу реплики Миши. Он упомянул венечку, да, из романа трансирония, трансцендентальная ирония, которая как бы уже за пределами внутренней, внешней и прочей другой. Замечательный персонаж, лирический герой, мы не должны его путать с автором, Венедиктом, да, Ерофеевым. А между тем, этот автор действительно ехал к своему сынишке маленькому и никак не мог доехать. По полгода, по девять месяцев. А сын его очень ждал. А у автора реально находилось время на собутыльников, на выпить, на девушек, на многое-многое. А вот на сына время все-таки ему не хватало. Если, вот только что вышла книга, биография, спасибо Людмилю Лиско, она мне только что привезла, вышел этот том. И если вы сравните лирического героя повести и автора жизни воплощенного человека, и вы видите, как его дискурс, его лирическая персона пересекается с реальным человеком. И там много трагедий, там много действительно страдания, где реальные люди вокруг Венедикта действительно иногда не самым лучшим образом он с ними обращался. И вот этот зазор между дискурсом, лирическим, так сказать, героем и тем, как человек живет свою жизнь, как это особенно сказывается на самых ближних людях, не самым лучшим образом. Вот этот зазор меня особенно интересен. Мы вернемся к этому в послеполудних сессиях. Перерыв на ланч. В 2 часа у нас сессия и в 4 часа. И в 6 часов мы перерывемся на обед. В 7.30 у нас концерт Бориса Гремельщикова. Ладно? Спасибо всем.